Друзья, мы начинаем заключительную вечернюю сессию нашего последнего дня. Она будет состоять из двух докладов. Сначала Геннадий Савинков 30 минут нам расскажет кое о чем. Потом очень интересный доклад, называется «Путь коротев и Мечева-Замилова», который тоже готов, в ожидании находится. А после этого у нас будет подведение итогов и такое обсуждение общее. Геннадий, давайте приступайте к своему докладу. Мою презентацию видно, да? Да, вашу презентацию видно. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить на конференции. Значит, наша группа занимается холодным ядерным синтезом много уже лет, как в экспериментальной области, репликации и флейш-монофонза, и ячеек Пархомова-Росси, и в теоретическом плане. Значит, в определенный момент мы перешли к изучению холодного ядерного синтеза в природе. Сейчас меняется, да? Да, вот следующий слайд, продолжайте, все видно. Ну, на сегодняшний момент картинка окружающей действительности у нас нарисована с помощью термоядерной физики. То есть считается, что все, что Солнце, все планеты образовались из одного того же вещества, обогащенного тяжелыми элементами, продуктами, значит, уже ненаблюдаемых явлений, как взрывово-сверхновые или нейтронные звезды. И все геологические модели строятся на предположение, что элементный изотопный состав Земли сформирован на ранних стадиях эволюции. То есть взорвалась звезда, полетело все, и в какой-то определенный момент считается, что поскольку кулоновский барьер можно преодолевать только при очень высоких температурах и большом давлении, то считается, что на Земле никакого геонаплеосинтеза не может быть, и все элементы формируются где-то там в далеком космосе, а потом, когда мимо пролетают, за счет гравитационного сжатия они попадают на Землю. Ну, то есть такая вот сегодня существует картинка. Ну, эту картиночку я где-то вкратце могу показать, как на маленьком видео, там за две минутки. То есть, что я себе представляю сегодняшнее представление? Именно тогда, как считают ученые, в вашей калактике спрямо блатая звезда. Но окружало множество неотвечественных людей, которые расположены на их силах, а в вашей калактике складываются в будущих подвесных и в следующих системах. Ну, может быть, вы как-то прокомментируете свое видео? Мы тут ничего не понимаем, так? Значит, это просто показано, что Земля и все элементы, из которых сформирована Земля, сформировались где-то в далеком космосе, потом начали слепаться за счет гравитационного сжатия. В конце концов, мы имеем то, что имеем. Ну и достаточно. Значит, общее представление о биологических моделях сегодняшних делается в изложении господствующей теории тектонических плит, которая где-то победила в середине 60-х годов прошлого века. То есть, Земля представляет собой слои структур, в центре которой находится твердое, обязательно железоникелевое ядро. Железоникелевое, потому что надо было объяснить наличие магнитного поля Земли. Снаружи есть жидкое ядро, потом слои нижней и верхней мантии, поверхность земного шата покрыта тонкой слой пленкой земной коры, состоящей уже из твердого вещества. Так вот, земная кора делится на континентальную, толщину где-то от 30 до 75, в некоторых местах до 100 километров, ну, 120 километров горных массивов. И тонкую от 5 до 10 или до 15 километров, по некоторым данным, океаническую кору. Согласно теории, океаническая кора расширяется в районе океанических рифтовых зон и заезжает под океаническую. Ну, где она плавится? Называется субдукцией. Вот вся земная кора, согласно тем же представлениям, представляет собой набор изобразовавшихся в результате растрескавшихся земли тектонических плит, которые плавают в магнит. Вот на этом слайде картинка где-то изображена, вот океаническая кора, справа у нас находится континентальная кора, и вот под нее, за счет расширения, она расширяется, по некоторым данным, сантиметра два в год, а океаническая кора заезжает под континентальную и там плавится. Вот и весь процесс. Вопрос в другом. Значит, растет земля или не растет? А если растет, то растет за счет чего? Ну, более естественно, с нашей точки зрения, звучит предположение, что все атомы образовались непосредственно в объеме современной Земли на определенном этапе ее эволюции. Образовались вот из специфической протоматерии. Она носит название, ну, несколько названий. Темная материя, эфир, конденсат Базейнштейна и другие. Значит, общепринятая точка зрения, стандартная модель, однозначно утверждая, что легкие атомы возникли в эпоху разделения вещества и излучения, и на ранних этапах эволюции тяжелые атомы синтезировались позже, и не через несколько миллиардов призывов сверхновых нейтронных. Вот такая модель. На обсуждение выносится модель. Может быть, мы ее называем презумпцией. Значит, основанная на экстраполяции представления о первичном нуклеосинтезе, модели большого взрыва на времена, на большие времена. И условия изложена в докладе Андреева, который был, значит, два дня на экстрапе. Это была фермерская уровня и матерная жидкость. На определенном этапе эволюции начала преобразовываться в барионную материю. То есть обычное вещество из протонов, нейтронов, электронов. Этот процесс организован в пространстве, и мы можем наблюдать его следы и проявления не только внутри звезд, но и в нашей планете. То есть предполагается, что мы живем не только в мире барионного вещества, но мы живем также и в темной материи. Темная материя, она не где-то там в космосе. Мы в ней живем. Все остальные проявления этой темной материи не видны, потому что она темная называется, потому что ее невозможно видеть. Но определить ее мы можем. Идем дальше. Значит, я постараюсь где-то так сократить, потому что времени мало. Существует 11 теорий в ядерной физике, в астрофизике, которые описывают происхождение всех элементов на Земле. Вот здесь перечень. Это H-процесс превращения водорода в гелий по реакциям водородного цикла, геродного цикла. Альфа-процесс, совокупность гелевых реакций. E-процесс, образование железа и близких к нему элементов в ядрах далеких старых звезд при температуре до 3 миллиардов градусов. S-процесс, медленный процесс нейтронного захвата в выгодящих звездах. Ну и так далее. Все вот эти процессы, они идут, согласно современным представлениям, или могут идти только в недрах звезд. Есть еще проблема обойденных ядер. Значит, обойденные ядра – это вот этот перечень 33 элементов, которые, в принципе, происхождение современной астрофизики, ядерной физики не объясняют никак. Ну, предполагают, что может так, может эдак, а может каким-то еще иным образом. В 1889-1909 годах итальянский геолог Роберто Монтовани опубликовал гипотезу о расширении Земли и дрейфа континентов. Он предположил, что единый континент покрывал когда-то всю поверхность Земли, когда она имела меньший размер. Тепловое расширение привело к вулканической активности, которая разделила суперконтинент на несколько меньше континентов. Эти континенты рифовали друг от друга за счет дальнейшего расширения планеты, происходившего в тех зонах, где находились в то время океаны. В дальнейшем идею развел немецкий ученок Альфред Вегена. Ну, значит, он полагал, что Земля не растет, а когда-то был большой материк Пангея. Идея растущей Земли была, значит, была как причина движения материков окончательно сформулирована другим немецким ученым Отто Хильгенбергом. А вот на нижнем снимке справа, значит, те глобусы, которые построил Хильгенберг. Если уменьшить глобус Земли примерно в два раза и совместить неизменные по размерам материки, то мы с удивлением обнаружим, что материки по шельфовой границе, я имею в виду именно по шельфовой, а это еще и под водой, практически полностью покроет земной шар, состыковавший друг с другом своими кромками. Исчезнут океаны, и земная поверхность примет некогда первозданный вид, как результат первичного нуклеосинтеза. То есть, когда-то, если Землю уменьшить примерно в два раза, то континентальная кора полностью покроет Землю. Ну вот слева пример совпадения кромок Южной Америки и Африки, примерно, значит, одинаковые. Вверху... Ну, очень много ученых занимается и до сих пор занимается этой проблемой. Есть огромное количество доказательств растущей Земли. Вот то, что было только что изложено, что Земля растет. Значит, это покойный, вот в прошлом году умер Виталий Филиппович Блинов, который написал замечательную монографию. Когда-то, вот здесь, ребята, монтование, который... Эту идею... Русский ученый Ярковский Иван Осипович когда-то поддерживал эту идею. В данном случае я хочу просто показать, чтобы, как говорится, было более очевидно. Американский сценарист Нил Адамс, сценарист и художник, комиксами занимался, он сделал просто анимацию вот этого процесса. Лучше один раз увидеть, чтобы понять, что, значит, Земля растет. Я включу ненадолго видео, которое создал Нил Адамс, чтобы это было наглядно. Сейчас идет процесс уменьшения Земли и схождения материков. О каком временном масштабе идет речь? Ну, предположительно, миллионов 200 лет. Сейчас оно пойдет крутиться в обратную сторону. То есть земная кора, или континентальная кора, когда-то покрывала Землю. Раз земля растет, то по пластичной поверхности магмы, ну, то есть там, где слой пластичный между расплавом и твердой поверхностью, он такой, расходится в материке. А там поверхность заполняется водой, появились океаны. Ну, то есть аналогично можно где-то измазать глинный шарик и попытаться надуть. Откуда столько воды? А вот вода синтезируется в недрах Земли. Это и есть холодный ядерный синтез. Откуда в недрах Земли вода, из чего она синтезируется? Я чуть дальше об этом скажу. Друзья, давайте дискуссии чуть-чуть позже. Доклад очень интересный, давайте послушаем. Значит, вот эта Земля, значит, а вот это Марс. Вот эти, помните, каналы, про которые мы все время говорили? Значит, кора Марса точно так же. Вот она. Расходится и сходится. То есть он сделал такую же анимацию на Марсе. А вот это, это Марс, да. Но на Марсе воды нет. Нет, воды там нет, вода не синтезируется. Не обязательно она должна синтезироваться на Марсе. На Марсе там температуры высокие. Вода есть на Марсе. А может и есть. Есть на Марсе. Недавно получили озера на его полярной... Вот это спутник, это Европа, спутники Питера. То есть это процесс глобальный. Он идет не только, то есть растут планеты, растут звезды, растут солнце. Вот сейчас еще один будет напилядный пример. Спасибо. Знаете. Знаете. Вот видите, как все прекрасно сходится. Ну и здесь будет еще картинка. Это уже по земле. То есть все очень наглядно. Говорит о том, что наша земля растет. Ну это Италия, вот точно так. Фильм интересный, значит, можно найти в интернете и посмотреть. Вот земля растет, вот трещины, которые по всей земле распространяются. Ну размер этих трещин бывает достигает 600 километров. В Африке, в Ирландии, в Южной Америке вот приведены фото этих трещин. То есть потихонечку континентальная кора растрескается за счет того, что земля растет. Значит здесь, вот на правой фотографии, это следы, это исследование океанического дна, следы движения вот эти борозды, да? Эти борозды, следы движения материков. Вот несмотря на такую наглядность идеи расширения земли, значит, когда уменьшенный примерно в два раза глобус полностью покрывается стыкующимися между собой материками, среди ученых занимающихся науку земли, немало сторонников и противников. Ну, во-первых, вопрос, значит, нет объяснения механизма расширения земли. Во-вторых, расширение земли должно означать увеличение массы земли. Вот тут в предыдущем докладе говорилось, что там вот раздувается земля, за счет чего неизвестно. Значит, есть еще доказательства. Вот доклад профессора географического пункта МГУ Алексея Ритьюма. Это график стационарного гравиметра, работающего в Страсбурге, с июля 1996 года, который ферсирует непрерывное увеличение силы тяжести с 1997 по 2017. Ну, это еще два графика именно от этого доклада. Значит, увеличение угловой скорости вращения, потому что увеличивается масса, и увеличение уровня мирового океана, динамика, уровня Тихого океана. Ну, сразу возникает вопрос, а каким образом, за счет чего увеличивается масса планеты? Значит, масса планеты увеличилась за счет непрерывного геонуклеосинтеза, то есть синтеза всех элементов в недрах Земли, где происходит преобразование темной материи в видимую материю. Происходит синтез протонов, значит, из-за ядерной жидкости фермеровского уровня, называется это все эфир. Дальше происходит синтез всех элементов таблицы Миндиве за счет лавинного слияния протонов, называется это колодный ядерный синтез. Что такое низкоэнергетические ядерные реакции, с нашей точки зрения? Низкоэнергетические ядерные реакции холодного ядерного синтеза, неяр или лавин, как их называют, это каскадные ядерные реакции упаковки протонов в более тяжелые элементы таблицы Миндивеева, протекающие с увеличением заряда и массы ядер. Это называется геонуклеосинтез. Количество выделившихся в результате лавинной энергии определяется объемом вступившего в реакцию водорода и вариациями развития лавины синтеза. В рамках предложенного подхода можно утверждать, что в основе планетарного и звездного нуклеосинтеза лежат те же механизмы синтеза водорода в недрах звезд, планет, комет и космических тел, а также реакции холодного ядерного синтеза, или, как еще называют, низкоэнергетические низкопороговые ядерные реакции. Строительный материал во Вселенной непрерывная сверхтекучая инерционная субстанция – это пена. Ну, темная материя, Хиггсовский конденсат, Бозенштейнсовский конденсат, ядерная и электронная жидкость. Наиболее подходящее для нас определение – идеальная ядерная жидкость. При фазовых переходах ядерная жидкость, идеальная жидкость формируется, раздувается во все стороны сверхтекучая пена. Возникает то, что мы называем физическим вакуумом и реальным пространством. Ну вот, могу ненадолго включить ролик-видео, чтобы было понятно, как по каналам пены течет ядерная жидкость. Пена фермерского уровня, фермерского размера. Почему мы в ней живем? Мы ее просто не ощущаем. Мы иногда и ощущаем. Пена фермерского уровня. Нам тут сложно понять, о чем идет речь. Немножко комментируйте все-таки. Хорошо. Значит, это пена фермерского уровня. То есть, это и есть то, что мы называем материей. Материя, это преобразуется в барион, это вот темная материя, потому что темная, она не потому, что она какая-то неизвестная, а потому что мы ее не видим. Вот это после большого взрыва, после вспенивания пространства, оно заполнится с материей. Вот это и есть материя. А видимая материя или барионная материя, из чего мы состоим и в которой мы живем, она составляет где-то порядка 5%. Остальное считается, что это жидкая фаза, это темная материя и темная энергия. И по темной энергии мы, значит, принимаем паровую фазу вот в этих пузырьках. Это где-то порядка 95% всего заполнения Вселенной. Принцип лавинного ядерного синтеза заключается в следующем. Сливаются два ядра, два протона, получается ядро гелия-2, а дальше оно либо остывает, превращается в диетерий, то есть захватывает электроны, либо реакция идет дальше, либо получается возбужденное ядро, значит, с энергией 1,44 мл. Энергия развала там 2,23 мл. Энергии 1,44 мл вполне достаточно для преодоления кулоновского барьера в дальнейших реакциях. Дальше энергия возбуждения наращивается, а как идет сам процесс, значит, посмотрим немножко дальше. Ну вот, этот процесс можно, тут анимация есть. Я как, по времени уже не успеваю. И в это время... Насколько я понимаю, вы нам тут идеологию Андреева рассказываете, правильно? Да, это наша идеология, совместная работа. Это один из каналов рождения самородного золота. Тут расписаны каналы, по которым идет синтез золота. Значит, все имеющие экспериментальные данные объясняются моделью лавинного слияния. Значит, наглядность изотопной мозаики улучшается, если представить ее в трехмерной картинке. Вот это мы называем ядерный гамак Андреева. Значит, изотопы расположены вот в этих координатах, а в этих координатах расположены элементы по мере нарастания Z. Значит, в середине черными обозначены стабильные ядра. С правой части склона находятся нейтронные избыточные ядра. С левой стороны протонные избыточные ядра. Система всегда стремится к минимуму энергии. Если с левой стороны гамака у нас реакции синтеза идут с выделением энергии, то вот примерно, ну, в районе 100, ну, где-то, у нас дальше реакции идут с потреблением энергии. Вот такая модель, она становится более наглядной, чем существующие у нас, значит, и преподаваемые тоже университетом, плоские модели. Я смотрю, там и Индии в минимуме. В Танум? Йод, Индии? Нет, Олова. А вот Йод, Индии? Да, где-то там, ну, примерно там, да. Ну, вот обычное, значит, представление, плоское, а вот трехмерный ядерный гамак Андреева. Расположение 287 стабильных изотопов в энергетическом гамаке из 2386 известных нуклидов. Вот такая примерно картинка. Она более наглядна в трехмерном виде. Понятно, почему процессы, как вот с горки скатывается этот процесс увеличением энергии, а потом идет вверх и забирается энергия. Когда вы в горку забираетесь, то энергия тратится. Всегда говорили, что железо там скатывается к железу. Где-то железо там, там же где-то и железо, да. Ну, это примерно там, ну, в рамках данного масштаба. Значит, были для доказательства вот этих всех вопросов, была проделана большая работа. Значит, в имеющей базе данных минералов содержится информация в механизме рудогенеза. Значит, для нахождения корреляции в составе разработана была специальная методика. Вот подготовка базы. Вот база данных 5458 названий минералов. Минералы — это уже химические соединения элементов. Вот, например, взято несколько минералов. Там псилонид, бернатиид и так далее. А сортированный список этих элементов разбиваем на подгруппы с однияковым последним элементом. Последним, потому что самый тяжелый. Ну, в данном случае, в первом случае, это никель. Подсчитываем, сколько минералов содержит каждая подгруппа. Третий этап. Подсчитываем, какие элементы сколько раз встречаются в каждой подгруппе. Строим диаграмму частоты встречающихся каждого элемента в этой подгруппе. И получается вот такая картина. Вероятность соседства элементов для урановых, висмутовых минералов. Вот на этих двух графиках. Что это такое? Это картина или спектр минерала. Это картинка, по которой идет, начиная с водорода, синтез данного элемента. Вот самое тяжелое. Здесь вот на первом графике у нас уран. Элементы от водорода до урана с увеличением Z. У нас по оси X расположены. А дальше частота. Внизу у нас висмут. Вот эта картинка характеризует... В первом случае элементный спектр по урану брали 153 минерала. То есть 133 различных рудных образований минерала. То для висмута брали 113 элементов. И везде картинка примерно одинаковая. То есть закономерность синтеза этих тяжелых элементов практически для всех образцов минералов одинаковая. Ну вот здесь сравнительное... Времени у меня еще есть, нет? Если пару минут, попробуйте закончить за пару минут. Хорошо. Вот эта частота и так далее. То есть мы имеем спектры. И это проверялось на Рафалковском медном месторождении. Размеры включения. Значит, вот... Есть месторождение самородной меди. На Рафалковском месторождении Ровенской области есть месторождение самородной меди. Вот делся регионо-люминисцентный микроанализ точечный. Ну, скажем, вот на этом кусочке меди. И потихонечку через 5 микрон делался анализ. И получалась такая картинка, что по мере приближения к самородной меди уменьшается, скажем, количество элементов, которые были в этом спектре. И увеличивается содержание самой меди. То есть по мере приближения... У нас есть еще самородные платины, самородное золото, самородное железо есть. Картинка наблюдается такая. Те элементы, которые находились в спектре финтеза этих элементов, они потихонечку по мере приближения к самому кусочку самородной меди уменьшаются, а количество меди увеличивается. Вот такая же картинка. Ну, я уже не буду на этом содержаться. Значит, что дальше? Общепринятая точка зрения в науках о Земле утверждает о том, что температура в недрах Земли не превышает 6000 градусов. То есть Земля — это реактор по преобразованию темной материи в видимую материю, то есть в барионную материю. То же самое, тем же самым является Солнце, тем же самым являются планеты. В таблице 1 показаны элементы, входящие в состав магматических пород. Вот в породах где-то содержание кислорода. У нас практически в земной Корее, выходящих на поверхность магматических породов, примерно половина из них составляет кислород. А в Кремнии процентов 20-27, ну, как считаю. Дальше все вот эти элементы — железо, кальций и так далее. И вот эти элементы, значит, составляют в основном, ну, примерно вот в таком соотношении, земную кору. То есть синтез идет непрерывно. Океаническая кора у нас состоит из гранита и базальта, то есть пород, содержащих СО2. Это вот молодая кора, которая считается, что ее около 200 миллионов лет. Кстати, газы, выделяющиеся из вулканов, на 50-85% состоят из водяного пара. Там температура высокая, там нет никаких подземных источников в вулкане, которые бы испарялись в вертикале. То есть вода синтезируется в недрах Земли. А вот тут еще один интересный. Сам процесс синтеза... Ну, не знаю, как по времени это будет, я сокращу этот ролик. Это вот... Ну, что вы словами его опишите, пожалуйста. Ну, вот смотрите, плазмоид, да, который выходит на поверхность, в котором загорается синтез. Вот то, о чем Бычков рассказывал. Вот видите, появляется новый, он множится влево-вправо, этот плазмоид. Это в районе извержения вулканов. Кроме того, сейчас вот вы видите картиночку, он растет потихонечку. Вон появляются новые. Потом, вон, обратите внимание на небо. На небе вон появляются точно такие же плазмоиды, вон они. Это... То есть тот процесс, который представляет собой синтез элементов. Вот посмотрите, на небо сколько их. Ну и потихонечку вот он затухает. В данном случае процесс синтеза элементов вышел на поверхность. Переструктура каскадов слияния для генерации воды из солей Мирового океана. Поскольку в идеологии геонуклеосинства, абсолютно все химические элементы образовали в земной коре или на ее поверхности, вопрос о Мировом океане с растворенным в нем элементом решается очень просто и очень образом. Исходные данные. То есть концентрация растворенных веществ 35 грамм на литр. Общее количество, значит, в водах Мирового океана 5 на 10-16 тонн. Хлориды в основном. Это натрий, хлор, магний, хлор 2. Ну, в магазинах продается морская соль. 88,7% сульфата, 10 и карбоната. Основная масса воды. Вот, по поводу вопроса. Это недогоревший водород, вступивший в химическую реакцию с новорожденным кислородом, который не участвовал в дальнейших каскадах слияния. Исходя из существующей концентрации растворения, можно дать оценку вероятности остановки слияния на изотопах кислорода. У нас лавина где-то... Ну, вот здесь вот идут каналы, расписаны каналы получения, значит, изотопа... Давайте сворачиваться потихоньку. Давайте к выводам. Что там еще? А, вот, подтверждение. Есть спу, это Энцелад, спутник Сатурна, на котором тысячи тонн воды выбрасываются в космос. Значит, есть вулкан Алдония-Ленгая в Танзании. Там его шапка покрыта... Она белая, но и снега не снежная. А, значит, она покрыта содой. Есть на Камчатке вулкан Кудрявый, остров Итуруп, Курильская гряда. В фумуаральных газах там где-то вылетает половина годовой добычи рения. Если верить сегодняшним, значит, представлениям, о том, что все вот эти элементы прилетели на Землю потом за счет гравитационного сжатия, то получается, что половина годовой добычи рения у нас попала в одно и то же место. Значит, это синтез... Сейчас... Это на Солнце, холодный ядерный синтез. Значит, температура на поверхности Солнца, значит, у нас 6000 градусов, где-то температура на фотосфере. Согласен с сегодняшним представлением. Там где-то идет термоядерный синтез и 15 миллионов градусов. Но температуру внутри Солнца никто не мерил. Температура внутри Земли тоже считается около 6000. Это тот же... Это нормальная температура для холодного ядерного синтеза. Вот как они рассказывают, что вот Солнце внутри... Одна четверть ядра — это 15 миллионов градусов. Дальше переизлучение идет, потом конвекционы. А на поверхности 6000 градусов. Получается, что Солнце изнутри, снаружи остывает. То же самое идет в кометах. Комета, значит, миллионы лет летает комета там вокруг Земли, значит, по эллипсу, да. Все время из нее вылетает пылевой след, и она не уменьшается в размер за миллионы лет. Значит, что там есть источник синтеза этих элементов. А это, поскольку там нет 15 миллионов градусов на комете, то это холодный ядерный синтез. Ну, а я уже заканчиваю. За три последних десятилетия накоплен огромный экспериментальный материал, свидетельствующий о том, что для протон-протонного ядерного взаимодействия необязательны столкновения на огромных скоростях с целью преодоления кулоновского барьера. Это явление получило название «несконгетические одни реакции». Мы их классифицируем как потенциально-ориентационные реакции, в отличие от классических кинетических реакций. Когда для преодоления кулоновского барьера протоны необходимо разогнать до огромных скоростей. Особенностью потенциально-ориентационных ядерных реакций является то, что они могут протекать при практически нулевой скорости взаимодействующих нуклонов и ядер. На их основе построен весь геонуклеосинтез земной коры и космический нуклеосинтез. Иными словами, недрозвезд, планеты, космических объектов можно рассматривать как генераторы преобразования темной материи в видимую. И в недрах Земли происходит непрерывный синтез протонов как исходного материала для геонуклеосинтеза. Если мы в рамках изложенного единого подхода проанализируем плохо понимаемые сегодня подземные, подводные, атмосферные космические феномены, несомненно получим основу для практически полезных приложений. Процессы холодного ядерного синтеза идут непрерывно в недрах Земли, Солнца, звезд, космический объект или живых организмов. Спасибо за внимание. Спасибо. Тут тоже есть один вопрос, но я как организатор попробую первым задать. Геннадий, на основе вашей теории, расскажите, пожалуйста, что вы думаете относительно изменения климата Земли? Поскольку Земля растет, соответственно, меняются и параметры, значит, Земли. Она становится больше. Потоки... Ну, в первую очередь, влияние человеческой деятельности на крови. В период человеческой деятельности... Ну, знаете, что сказка про уничтожение озонного слоя углекислым газом, сказка об уничтожении озонного слоя фреоном, она, в общем-то... Ответ вы дали. Это все сказки. Спасибо. Значит, давайте начнем вопросы задавать. Ну, первым вы бычков, как обычно. Давай, Володя, задавай вопрос. Я задам вопрос. Вы показывали, что в состав горных пород входит группа воды. Если бы было так, как вы говорите... Группа воды в горные породы не входит. Ну, да. Гидраты называются. Гидраты... Не, Дада, давайте я хорошо этим занимался. Есть горные породы, входят гидраты. Значит, никакая вода напрямую не бьет наверх. Мы знаем, что в этих какого... Володя, вопрос, 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 давай, вопрос. Как возникает вода H2O, а не H и H2O? И второй важнейший вопрос в связи с этим. Это как возникает НЕФ? Являются они возобновляемыми источниками или невозобновляемыми источниками? Спасибо за вопрос. Слушаем ответ. По поводу воды я вам уже говорил, что вот есть теория Ларина, которая измеряла там в трехстах точках по всей планете водород. Водород, он сифонит через земную кору насквозь. Там проблема с его обнаружением, потому что очень маленький. И кислород синтезируется в недрах земли. Так вот, я тут уже говорил, что вода — это соединение недогоревшего водорода с кислородом. По мере того, как земля расширялась, синтезированная вода заполняла океан. По поводу нефти. Я работал, значит, с нефтяниками. Я знаю, что где-то, это уже мнение нефтяников, что примерно через 30-40 лет после того, как месторождение было отработано, это мнение нефтяник, оно возобновляется, снова заполняется, значит, нефтью. Нефтью или газом. То синтез идет непрерывно. Если это месторождение не угроблено за счет технологии обводения, как у нас было принято, аромашкинское месторождение уничтожено, то, в принципе, там можно через 30-40-50 лет возобновить добычу. Спасибо. Ответ получен. Климов второй вопрос задавал. Анатолий, давай. У меня два вопроса. Все-таки, если единый механизм в Солнечной системе, то почему, я опять возвращаюсь к Марсу, там воды, так сказать, ну не так много, как на Земле океанов. Хотя в Европе, там, на Европе, вы правы, там полно воды. Значит, первое. И второй вопрос, значит, посложнее, значит, он вот все-таки, ну, если настолько, вы знаете, идет оптимальным образом, значит, вот в условиях Земли холодный синтез, то спрашивается, что все-таки обычная химия, значит, когда преобладает обычная химия, когда преобладает вот холодный синтез. Почему мы имеем образование молекул, а не трансмутацию одних элементов, так сказать, через другие? Значит, по поводу второго, я немножко не понял, ну, химия – это более высокий уровень, значит, связи уже готовы. Более низкий, более низкий, как же, там мэво, а здесь электрон-вольт. Ну, я имею в виду, что где-то ступенька... Геннадий, Геннадий, вы дали ответ, что на эту тему вы не очень готовы ответить, а вот, ну, давайте на первую часть вопроса, вот, Климову. Еще раз первый вопрос. А вот почему на Марсе мало воды, если единый металл? Лавина, лавина на разных планетах и в звездах идет по-разному. Значит, мы имеем четыре... В чем разница? Я расскажу. Четыре планеты-гиганта, значит, это вот Сириус, Юпитер, значит, их атмосфера состоит на 80-96% из водорода. Это просто говорит о том, что там либо не запущено, там есть и другие элементы в их атмосфере. Просто говорит о том, что там процессы геонуклеосинуса, они вариабельны. Она может пойти так, ту же медь. Та же медь может пойти по одному маршруту синтеза, может пойти немножко по другому. Там, в общем, кислорода нет, по сути дела. Видимо, вы на это намекаете. Да, идет развитие лавины. Понятен, ответ понятен. Вопрос, Дарьян. Господа, я ускоряюсь, потому что мы уже затянули немножко. Дарьян, вопрос задаю. Два вопроса можно? Ну, если можно, один, потому что еще есть люди, так? Хорошо. Значит, если при холодном синтезе используется там темная материя, значит, как бы интенсивность этого синтеза будет настолько мала, что в лабораторных условиях невозможно будет заметить. Не считаете, что вот темная материя тут ни при чем? Нет, я так не считаю, потому что эти процессы... Ну, понимаете, это мне нужно... Что такое магнитное поле, с чего оно состоит? Нет, вопросами на вопрос отвечать не будем. Это ясно. Даньян спросил, получается, что в недрах лаборатории нам сделать что-либо сложно. Но, возможно, он и прав. Вы с этим сталкиваетесь непрерывно. Но это отдельная тема и отдельная там, скажем, будет... Хорошо, спасибо. Спасибо, Даньян, за интересный вопрос. Очень интересно. Ну, мы будем задать вопрос. Да, вот опять по вот этой материи темной, значит, ну, известно, что она была придумана для объяснения эффекта в спиральных галактиках. То есть, понадобилось добавить огромную массу, чтобы объяснить, как там движутся звезды. Вот для чего она была придумана. А вот вы теперь ее используете, значит, что она существует, но мы ее не видим. То есть, у нас в Солнечной системе она существует. Но если бы она в таких количествах существовала, то планеты бы не двигались по законам небесной механики, ну, там, Ньютоновской, это первое. А второе... Вопрос, вопрос, вопрос. Вопрос, не заключение, а вопрос. У вас это не смущает, вот, как бы, ну, откуда, вот, она, эта темная материя, она же не наблюдается у нас в Солнечной системе. Она не наблюдается. А второй вопрос... Игорь, Игорь, один, Игорь, только один вопрос. Спасибо за вопрос. Спасибо. Она не наблюдается, потому что это пена фермерского уровня. Но она имеет разную плотность в разных... Я имею в виду, ее для огромной массы придумали. Нет огромной массы в этой лишней... Нет, Игорь, нет, это ваше заключение. Вам человек объясняет, что взаимодействие на фермерском уровне ведется не на уровне 10-10 обычных атомов. Это нормальное допущение. Баранов задает вопрос. Я правильно понял, что медь у вас получается из тех минералов, которые ее окружают. И при этом, я слышал про это дело, такой в Москве геолог был, если не ошибаюсь фамилия, он даже пытался диссертацию защитить на эту тему. У него все минералы получались, там, золото получалось из тех сложных соединений, которые его окружали. И при этом соблюдался заряд. Вот если поскладывать эти самые нуклоны, все вот в среде и... Дим, вопрос, вопрос давай, вопрос. Вот вы тоже считаете, что Z не изменялось? Как это не изменялось? Вот у меня там картинка есть, синтез золота. Ответ получен, Геннадий, ответ получен. Да, и видно было, что у вас Z меняется, там была одна какая-то модель, у вас другая модель, при которой Z меняется. В ходе Z меняется, посмотрите. Ответ получен, меняется в ходе каскада, ответ получен. Друзья, у нас, значит, вот уже достаточно долго этот доклад двигался. О, очень интересно, вызвал по-моему, спасибо за смешную картинку, спасибо огромное. Поблагодарим Геннадия Шеренкова. Так, и вот мы тут вокруг, да, этого холодного синтеза, тоже очень похоже. Но это мы где-то уже видели. Так, Геннадий, спасибо. И я приглашаю, значит, к выступлению приглашаю Максима Фомичева-Замилова. Максим, ты слышишь меня? Да, слышу. Съем просто включил. Давай, да, давай свою презентацию. Вот. Сейчас сделаем. А, Геннадий, вы слово убрали, да? Здравствуйте. Ну как, видно? Нет, я... Геннадий, Геннадий, в правом верхнем углу завершить. Вверху, вверху, в правом, красную, эту самую кнопку нажмите, завершить презентацию. Вверху. Здесь нажал. Все. Вот, вот сейчас, ага, молодец, спасибо. Максим, видим твою, твою эту презентацию. Спасибо, начинай. Ну, во-первых, большое спасибо. Удали мне возможность выступить с философским вопросом. Как человек, который проработал в академической науке и в корпорациях, и человек, который участвовал, скажем так, не мейнстримовской научной деятельности, в которой мы здесь все участвуем. У меня есть интересная перспектива, которую я хотел бы с вами поделиться. Ну и начать мне хотелось бы с главного вопроса. Зачем мы занимаемся нашей работой? Вот я хочу, чтобы каждый из вас задал этот вопрос себе, потому что ответ на этот вопрос прольет много света. А именно, что цель, с которой мы занимаемся нашей работой, определяет результат работы. То есть зачем мы работаем? Потому что нам интересно узнать что-то новое. Либо, может, нам банально скучно. Или мы деньги зарабатываем, или мы хотим внимания к себе привлечь. Или мы всю жизнь работали, ищем признания. А может быть, нас просто интересует истина, правда о том, как устроен мир. Вот в зависимости от того, как вы ответили на этот вопрос, зачем мы занимаемся нашей работой, становится ясен тип работы, которой мы занимаемся. Если нам интересно узнать что-то новое, мы занимаемся обучением. Если нам скучно, мы занимаемся развлечением или хобби. Если мы зарабатываем деньги, значит, мы работаем по найму. Нам говорят что-то делать, мы делаем. Если хотим привлечь к себе внимание, занимаемся, пиары. Если ищем признание, то, наверное, идем по карьерной лестнице. И только в одном случае мы занимаемся наукой. Это в том случае, если нам интересно узнать истину. То есть все остальное, извините меня, конечно, к науке не имеет никакого отношения. Возникает резонный вопрос. А что же тогда наука? С философической точки зрения наука подразумевает научный метод. По сути дела, наука идентифицируется с научным методом. В весьма упрощенной форме научный метод можно изложить в качестве алгоритма, содержащего пять простых шагов. Все начинается с постановки вопроса. Мы ищем в ответ на какой-то вопрос. Это конкретный вопрос. Когда мы этот вопрос сформулировали, например, почему Земля вращается вокруг Солнца, первое, что мы делаем, производим поиск существующей, опубликованной научной литературы. Я хочу сделать упор на научную литературу. Мы не читаем развлекательную литературу, не читаем популярную литературу, а именно роемся в научной литературе, чтобы ответить на вопрос, что же думали до нас по этой теме. Если ничего толкового мы там не нашли, то мы формулируем гипотезу. Гипотезу или, если хватает умственной энергии и сил, то теорию. Как только мы сформулировали гипотезу или теорию, сразу же начинаем думать, какие предсказания оттуда следуют. И как только мы получили эти предсказания, желательно, конечно, не одно, а не два, а глубоко посмотреть на вопрос. Потому что вопросы, которыми мы занимаемся, сейчас довольно сложные. И из гипотезы может следовать несколько предсказаний. Опять можно произвести, даже нужно произвести поиск литературы. Противоречат ли эти предсказания уже опубликованной какой-то информации, опубликованным данным? Если противоречат, то гипотеза уже должна быть отброшена на этом этапе. Она уже несовместима с результатами наблюдений, которые есть. И, следовательно, мы должны сформулировать другую гипотезу, которая позволяет ответить на этот вопрос. Только в том случае, когда мы походили по этому кругу прилично, и нам удалось сформулировать гипотезу таким образом, чтобы она не противоречила никаким опубликованным данным, только тогда можно начать думать об эксперименте. Какой же мы можем поставить эксперимент, чтобы проверить эту гипотезу? Там по себе эксперимент — это довольно сложная вещь. Все начинается с дизайна эксперимента. И дизайн эксперимента подразумевает не только какую экспериментальную установку мы делаем, и какие экспериментальные приборы, измерительные приборы мы на ней установим. Он также подразумевает вопрос, сколько раз мы будем делать измерения, какие параметры мы будем варьировать, в какой очередности. Мы будем варьировать вместе или отдельно. Или нам нужно несколько экспериментов одновременно и какие-то контрольные эксперименты. То есть это довольно сильный процесс, про который написаны целые книги. Ну, допустим, мы прошли через этап дизайна, у нас есть экспериментальная установка, у нас записан протокол, что мы меряем, как мы меряем, столько раз мы повторяем, что варьируем. Мы собираем данные наших измерительных устройств, собираем наше наблюдение. После всего, как в этом мы все собрали, мы не рвемся публиковать. Первое, что мы делаем, мы занимаемся анализом систематических ошибок. Так ли мы все померили? Правильно ли работают наши приборы? Разные приборы дают ли согласующиеся с друг другом результаты? Мы должны подвергнуть критическому анализу и сомнению все наши выводы, прежде чем мы можем сделать суждение. Подтвердил ли эксперимент нашу гипотезу или опроверг? Если не подтвердил и не опроверг, то, может быть, эксперимент нужно продолжить или сделать другой эксперимент. Иначе мы не можем сделать самого главного. Мы не можем выдать публикацию, которая была бы полезна. С точки зрения ответа на вопрос, нам удалось подвергнуть гипотезу или не удалось. Но так или иначе, в конечном итоге, результатом научного процесса и научного метода является публикация. Хотелось бы сразу сказать, что научная публикация – это как колодец со святой водой. Нельзя туда бросать, чего попало, потому что мы оттуда пьем. Если мы публикуем плохую информацию, которая не прошла рецензию или прошла плохую рецензию, некачественные статьи, мы засоряем этот колодец, из которого потом черпаем. А следовательно, в последующем после нас исследователям, ученым, уже трудно разобраться, что же правильно, а что нет, потому что в колодце в этом содержится черт и что. Но прежде чем мы покритикуем процесс публикации, я хочу обратить наше внимание, что нельзя отождествлять науку с истиной. Наука, в первую очередь, это процесс. В западном обществе, например, сейчас существует культ науки как религии. И этот культ существует по простой причине, что политики научились использовать ученых и науку как инструмент формирования политики, инструмент принятия решений. Раз так, то политикам не с руки считать, что решения, которые они принимают, могут быть неправильными. И чтобы быть уверены в своей правоте, они ссылаются на работу ученых. Ученые говорят, что есть изменение климата, вот значит мы делаем то же. Ученые говорят, что там какие-то выбросы настраивают, вот мы делаем то же. Ученые говорят, что какие-то там препараты вызывают рак, вот мы делаем то же. И поскольку наука возведена в статус религии, соответственно, все, что опубликовано, считается высеченным в граните и неопровержимо правильно. К сожалению, это не так. Это далеко не так. Наука – это процесс, это наука – это неистинно. Наука не гарантирует истину и не гарантирует отсутствие ошибок. Наоборот, хорошо известно, что раз в сто лет, где-то чаще, где-то дольше происходит научный переворот. Мы выбрасываем старые убеждения, принимаем новые. Люди были уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Потом люди были уверены, что Бог сотворил все живое. А потом пришла теория эволюции. Потом были уверены, что метеориты не падают с неба. А это просто камни. И этот процесс можно продолжать. То есть проблема в том, что мы, люди, ограничены в своем понимании. То есть то, что мы знаем сейчас, скорее всего, будет неправильно завтра. Поэтому и к науке надо относиться таким же образом. Это процесс. Это процесс познания. Поэтому могут быть и неправильные знания, и ошибки. И вообще абсолютной правды не существует. В том смысле, что мир настолько сложен, что чтобы познать его, это, видимо, необходимо быть Богом. Что мы можем делать? Мы можем строить модели. А любая модель – это упрощение. Это необходимо упрощение. Это необходимое приближение. Мы чем-то пренебрегаем. На что-то не обращаем внимания. Что-то упрощаем. Но по-любому модель – это… То есть теория любая – это модель. А модель – это математика и интуиция. Нам необходима и математика, и интуиция. Интуиция необходима для того, чтобы описать словами, что же происходит. К сожалению, не все области науки в настоящее время, например, как квантовая механика, обладают такой интуицией. В интуитивной части квантовой механики присутствует такой бардак, что сами ученые перестали уже задаваться вопросом и сфокусировались только на математике. Но математика, тем не менее, необходима, потому что без математики мы не можем делать никаких полезных предсказаний, которые бы могли быть использованы на благо создания чего-то прикладного. Моделей, устройств, приборов, препаратов. То есть математика тоже необходима. Но тем не менее, не стоит забывать, что любая модель – это приближение. Всякая модель устаревает по мере того, как мы приходим к новой модели. Но это не значит, что старые модели выкидываются. Старые модели имеют свои области применения. Вернусь к теории плоски Земли. Земля действительно плоская. Это модель, которой мы пользуемся каждый день в своей жизни. Когда мы ходим по Земле, когда мы что-то на ней строим, может, прокладываем дорогу по городу, Земля тут конкретно плоская. Но если мы, например, летим уже на другой континент, то эта модель уже не годится. И мы используем модель круглой Земли. Чтобы проложить маршрут самолета, надо учитывать, что Земля именно круглая. С другой стороны, если мы запускаем уже что-то в космос, то круглая Земля — это тоже плохая модель. И мы уже рассматриваем Землю как сплюснутую сферу. А если мы запускаем спутники GPS, то и эта модель уже не годна. Мы используем Землю как довольно сложный геон, который имеет много выпуклостей, много вогнутостей, которые картографированы и учитываются при перемещении этих спутников в пространство. То есть в этом смысл. Мы от одной модели идем к другой, и так дальше, и так дальше. Но старые модели не выкидываются, от них всех есть польза, и мы ими пользуемся. Там, где ими проще пользоваться. То есть, другими словами, научный процесс никогда не останавливается. И мы только приближаемся к истине. Кто же теперь настоящий ученый? Настоящий ученый, во-первых, поскольку он занимается наукой, то в первую очередь он занят поиском истины. Его мало интересует все остальное. Мало интересуют деньги, мало интересует карьерный рост, мало интересует престиж. На него трудно повлиять, потому что главное, что им движет, это поиск истины. А раз так, то он всегда честен в повествовании своих результатов. Если он создал теорию, как Стивен Хокинг и опубликовал, все громко похлопали в ладоши, через месяц он пишет теорию, где он был неправ. Вот его ошибка, и вот дальше. Кто-то другой может написать, что да, эта теория неверна, вот более хорошая теория. И ученый, который чью теорию опровергли, он должен быть рад этому, потому что вот эти последовательные шаги, это и есть приближение к истине. Мы не можем идти на поводку своего эго. Мы занимаемся наукой не для того, чтобы доказать, что мы умнее всех, или мы продвинутее всех, успешнее всех. Мы занимаемся наукой для того, чтобы приблизиться к истине. А раз так, мы должны с уважением относиться к чужим идеям. Никогда не высмеивать чужие идеи или чужие ошибки, потому что мы сами постоянно придумываем глупые идеи и совершаем ошибки. Мы должны уважать, никогда не оскорблять своих коллег. Даже если дискуссии жаркие, даже если несогласие полное. Это давно доказанный факт, я, к сожалению, не могу вспомнить название книги. Но тезис заключался в том, что наилучшие решения принимаются коллективом тогда, когда идет ожесточенный спор. Но коллектив должен быть единомышленником. То есть должна быть единая цель. И тогда, и только тогда истина может быть достигнута. А если есть цель спорить ради того, чтобы отжать деньги или отжать какую-то должность, то в таком споре истина никогда не рождается. То есть надо не забывать, что разногласие — это норма. Разногласие движет научным процессом. Если в научном процессе нет разногласия, то это, скорее всего, стагнация и какая-то гниль. Вот, к сожалению, если применить это качество, это определение ученого, то оказывается, что в науке ученых-то раз-два не общался. Потому что академическая наука очень хорошо иллюстрируется картиной Босха. Это круги ада. Там происходит все, что угодно, только не научная деятельность. Ну, надо сказать, что научная деятельность конечно происходит, но она стоит далеко не на первом уровне. То есть, когда мы говорим об академической науке, надо в первую очередь понимать, что это бюрократия, это бюрократическая система, где происходит карьерное продвижение, где вращаются большие деньги. Эти деньги надо привлекать. Привлекаются государственные гранты, привлекаются частные пожертвования. То есть, когда ученый, во всяком случае, в западном обществе идет работать в университет, угадайте, что является его главной функцией. Отнюдь не написание научных работ, отнюдь не создание каких-то великолепных теорий или прекрасных идей. А это, в первую очередь, привлечение денег. Потому что, если денег человек не привлек, через год он увольняется, он не идет на повышение. То есть, никакого карьерного роста нет. Раз твоя главная работа привлекать деньги, то начинается беспощадная борьба за деньги. Значит, надо дискредитировать других людей, дискредитировать другой коллектив, потому что деньги ограничены. И если они их получат, то значит, ты их не получишь. Отсюда вырождается беспощадная борьба с конкурирующими идеями, конкурирующими группами. И мне часто доводится встречаться с людьми, которые ушли из академии, потому что среда стала токсичной. Невозможно стало заниматься наукой. Ну и отсюда, конечно, следует огромное эго и комплекс неполноценности, потому что все борются за престиж. Все боятся, что у них чего-то не хватает, потому что, не дай бог, не получится продвижение, повышение, нету грантов, а это конец. Ну вот, помимо этих кругов ада, академическая наука все-таки занимается и чем-то хорошим. Научная работа все-таки идет, статьи публикуются в этот самый колодец. Они стараются кидать хорошие статьи, хотя и не все статьи хорошие, но во всяком случае стараются кидать хорошие статьи. А раз статьи публикуются, то рецензирование это довольно большая функция академической науки, писать отзывы на статьи, критику, давать рекомендации к публикации или нет. Ну и, конечно, академическая наука занимается контрактной работой за деньги. Это нечто отдельное, может быть госзаказ или частный заказ, и выполняются исследования, по результатам которых обычно тоже публикуются статьи. Хочу сказать, что если статьи не публикуются, то деятельность не считается научной, потому что она научный метод нарушен. В научном методе конечным результатом всегда является публикация, которая является строительным блоком для последующей работы. А что же такое неакадемическая наука? Существует ли неакадемическая наука? Конечно же, существует. Неакадемическая наука существует в частных корпорациях. Они тоже участвуют в научном процессе. Например, Google недавно потратил 9 миллионов долларов и раздал гранты университетам на подтверждение некоторых тезисов из холодного термоядерного синтеза. У вас сделана работа, были опубликованы статьи. Вполне себе научный процесс. Многие корпорации, в том числе биотехнические, технические корпорации, они тоже нанимают на работу ученых, которые занимаются наукой и пишут статьи по результатам своих исследований. Может быть, не так много, как в университетах, но, тем не менее, солидная доля ученых находится на должностях именно в частных организациях. И именно занимаются наукой с целью поиска правды и именно публикуют статьи. Существуют и частные организации. Закрытые, открытые, и такие организации, понятное дело, могут существовать только на частные пожертвования. Хорошим примером была компания EarthTech. Я не знаю, сейчас она активна или нет. Это компания в Техасе, где Гарольд Путов заправлял. Она получила какие-то частные деньги от богатого спонсора. И лет 10, 15, если не 20, они занимались фундаментальной наукой, проверяли всякие сумасшедшие гипотезы, интересные теории физики, публиковали результаты. Сейчас функционирует Sapphire. Проект Sapphire, это проект, который связан с теорией электрической вселенной. Опять же, проект существует на частные пожертвования. Кто-то богатый выделил несколько миллионов, чтобы можно было построить установку, провести какие-то опыты, измерения и в конечном итоге опубликовать что-то. Интересно то, что если ничего не будет опубликовано, то нельзя считать, что процесс был научным, потому что, опять же, напоминаю, конечным результатом научной работы является публикация. Интересно отметить оборонные предприятия. Ходит много слухов о том, что в оборонке уже все давно сделано и придумано, и антигравитация, и телепортация, и рак могут вылечить, и чего только они могут делать. И слухи, конечно, подпитываются тем, что недавно был аудит Пентагона, и глава Пентагона признался, что они не могут сказать, куда пропал триллион долларов. Либо его разворовали, если было в России, наверное, разворовали, но поскольку это Америка, наверное, все-таки его на что-то потратили. Значит, потратили на какие-то ромные проекты. Но поскольку из этих проектов ничего не опубликовано, нельзя сказать, что это все научный процесс. Хотя можно сделать аргумент, что научный процесс может быть фрагментирован, и в какой-то отдельно взятой организации, которая закрыта от мира ввиду грифа секретности, например, как Манхеттонский проект, все-таки научная деятельность идет. Просто эта организация имеет свой колодец публикаций, закрытый, в который они складывают секретные материалы, то есть публикуют секретные материалы для самих себя и участвуют в научном процессе, который тем не менее закрыт. Извините меня секундочку. Верония, подойди к двери, пожалуйста. К двери подойди, пожалуйста. То есть, возможно, все-таки идет научный процесс в каком-то закрытом учреждении. К сожалению, все это сопряжено и некой мистификацией, шарлатанством и обманом. Без него никогда не обходится. Поэтому я использовал вот эту картинку из Карлсона и сейчас я объясню, в чем дело. Когда существует коммерческий интерес, это, несомненно, жажда наживы. А жажда наживы порождает, как мы знаем, жульничество и обман. и ложь, и неоправданное заявление, и необоснованное доверие. Когда слишком хочется заработать деньги, люди начинают верить во всякую чушь. А необоснованное заявление это что такое? Это то, что, по сути, дело не опубликовано. Значит, то, что не опубликовано, это получается голословно. Разголословно, значит, мы не можем этому доверять, потому что, как знать, это ложь или нет. И я приведу несколько примеров. Все вы знаете историю с Росси. А с Росси история была простая. Это, по сути дела, шарлатан и жулик, который делал вид, что у него есть холодный термоядерный реактор, который выдает дополнительную энергию. Понятное дело, чтобы его неоправданные заявления не были раскрыты, он нигде ничего не публиковал, чтобы никто не мог проверить, говорит он правду или нет. Вторая, он держал крепкие секреты и не говорил, как его девайс устроен, потому что ссылался на коммерческую тайну. То есть коммерческий интерес повождает закрытость, и закрытость повождает ложь. Но, тем не менее, нашлись инвесторы, которые были достаточно жадны, чтобы пойти на риск и согласиться заплатить Россию ни много, ни мало 100 миллионов долларов за право на владение технологией, которую он утверждал, что он разработал. Он им продемонстрировал свой закрытый черный ящик, продемонстрировал какой-то термометр или несколько термометров, где на входе была одна температура, а на выходе другая. Это все хорошо известно быстрота и ловкость структ и никакого мошенничества, когда невозможно сделать независимую экспертизу. Но, тем не менее, фокус удался, и он получил свой первый миллион долларов. То есть жульничество, конечно, вещь интересная, потому что деньги можно получить большие и сразу, если обладать неким чармом и харизмой. Следующий шаг он сделал более интересным, он набил контейнер вот этими черными ящиками, начал показывать, смотрите, на входе какая температура, на выходе какая, подкрутил немножко счетчик, повесил на него замок и говорит, смотрите, на входе сколько киловатт, а на выходе мегаватт. Ого-го! Тем шире рот, тем шире код, другими словами. Но инвесторам это понравилось, потому что на дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь, и они дали ему 10 миллионов и должны были дать еще 89. Но тут к инвесторам закралась подозрение, что может что-то не так, почему на счетчике, например, висит замок и счетчик нельзя открыть. Пока Росси не было, они сняли замок со счетчика и чудеса. В счетчике стоял жучок и он показывал то, что Росси хотел, чтобы он показывал, а не то, что он показывал на самом деле. Ну, они это все, конечно, ему сказали и сказали, других денег мы тебе, оставшиеся 100 миллионов мы тебе не дадим. Росси обиделся, подал на них суд. То есть, говорят, что наглость это второе счастье. И есть такое понятие у евреев хупца. Это когда когда у тебя безвыходная ситуация, ты идешь в атаку. Вот Росси пошел в атаку, подал на них суд. Так как мы знаем, юристы, адвокаты и разбирательство стоят дорого. То есть, в итоге процесс был урегулирован. Детали урегулирования неизвестны, но известно то, что инвесторы подарили Росси 11 миллионов, но и сами в процессе умудрились продать кому-то часть своей фирмы за 40 миллионов, то есть, в накладе не остались. Как мы видим, шарлатанство и обман к сожалению продолжается и существует несколько фирм, которые даже торгуются на фондовом рынке, можно купить их акции, но у них реально нет продукта и реально нет ничего, все держится на обмане. И это происходит регулярно. Поэтому все, что не сопряжено с научным процессом, к сожалению, сопряжено с шарлатанством. И мне хотелось бы сказать, что не стоит забывать, что от науки до конечного изделия пропасть. Поэтому, когда мы занимаемся наукой и к нам приходит какой-то инвестор и говорит, а сделайте ко мне. И если мы ему обещаем что-то сделать, это невозможно сделать с честным лицом. И вот почему. Ну, потому что мы до сих пор занимаемся базовой научной работой. То есть, гипотезы, труды, которыми мы занимаемся, они не всемирно признаны, они даже нам не до конца понятны. В этой базовой научной работе у нас масса гипотез, у нас масса экспериментов, масса теорий. И все это еще не закончено. Мы еще не сделали такую гипотезу, такую теорию, такой эксперимент, чтобы мы могли сесть в кресло все вместе перед камином где-нибудь и сказать, да, ребята, нам удалось это сделать. Мы понимаем, что происходит. У нас есть формулы, есть теории. В конце концов, мы можем попросить наших аспирантов теперь начать работать над инженерными формулами, которые мы можем дать инженерам, чтобы они на основании инженерных расчетов могли что-то сконструировать. простой пример катушкой индуктивности. То есть, когда Фарадей работал над индуктивностью, ампер работал над своими формулами, никто же не понимал еще, как сделать катушку или как попросить инженера, чтобы он смог сделать катушку на 10 киловатт, которая бы могла работать с напряжением в 10 киловольт и с током в 100 ампер. До этого всего было еще очень-очень много времени. В какой-то момент там Пер закончил свои вычисления, Фарадей закончил свою работу, Максвелл создал свои знаменитые уравнения. И в тот момент уже другие ученые смогли создать инженерные формулы, которые были опубликованы в учебниках, с рецептом инженера. Вот какой формулой пользоваться, чтобы посчитать количество витков и вычислить индуктивность, магнитный поток, какой нужен сердечник и т.д. и т.п. Прошли десятки, сотни лет, прежде чем мы оказались на этой ступени. Но даже когда есть прикладные инженерные формулы, предстоит еще сделать прикладную разработку, то есть инженерную работу. Инженер должен сидеть, сделать прототип, прототип должен пройти испытания. Испытания должны привести к тому, что прототип будет переделан один раз, десять раз, двадцать раз, пока не получится коммерческий образец. И многие, к сожалению, думают, что как только есть коммерческий образец, можно начать грести деньги лопатой, можно включать печатный станок. Нифига себе нельзя. Потому что мы забываем, что существует государственная сертификация. В каждой развитой стране масса законов относительно того, каким требованием должен быть доводитворять любой товар. если вы сделали электромотор, даже простой электромотор, без ЛНР, без какого-то там ядерного синтеза. Его тупо нельзя начать продавать, потому что он должен пройти сертификацию, показать, что он не приводит к выбросу электромагнитного излучения, которое может конфликтовать с работой приборов, с работой сотовой связи. Или это излучение должно быть настолько низким, чтобы не повредить человеку. То есть все эти сертификационные нормы надо пройти, и не факт, что прибор им удовлетворит. А если мы говорим о каких-то ядерных процессах, то существует целая ядерная комиссия, которая жестко регулирует, и как только мы заявим, что мы создали какое-то устройство, в основе которого лежит ядерный принцип, сразу образуются представители ядерной комиссии и скажут, ребята, мы не уверены, что это безопасно. И они будут абсолютно правы. И нам уже будет предстоит доказать, что это все безопасно, что там нет какого-то нейтронного и гамма-излучения, либо из него нельзя сделать оружие, которое попадет в руки террористов. То есть государственная сертификация может запороть любое изделие, которое даже функционирует. Ну, допустим, вам удалось произвести государственную сертификацию. Может быть, мы реально ее прошли, а может быть, мы кого-то подкупили. Но не стоит забывать, что мы все равно не можем продавать, потому что существует принцип страхования для того, чтобы продавать нечто, человек, который ее продает, обязан быть застрахован от того, что прибор, устройство могут доставить вред, могут доставить вред пользователю. Вред, причем, случайный. Кто-то подскользнулся, ударился головой, а прибор пострадал. Кто-то его включил в не то напряжение, пожар, пострадали. Во всех развитых странах для того, чтобы продавать любой прибор, он должен быть застрахован. Страховка, понятное дело, не выдаст вам полис, пока сама не убедится, что у вас прибор безопасный. И для этого существует CE-марк в Европе или Underwriters в Америке. и процесс сертификации для получения страховки может занять годы или десятилетия и стоить миллионы или десятки миллионов долларов в зависимости от того, что вы продаете, что вы изготовляете, кому вы продаете. И только после того, когда вы прыгнули через все эти барьеры, может зайти речь о производстве. То есть, это реальная пропасть. Поэтому, на мой взгляд, любая коммерческая инвестиция в базовую науку бессмысленная. Это только могут быть пожертвования, потому что займет колоссальное время, колоссальные ресурсы нужны, десятилетия. Поэтому, следующий этап это почему мы находимся как бы воз и ныне там. То есть, с 1989 года, когда Фляйшман и Понс сделали свое заявление о том, что холодный синтез, вот он, готов, прошел 31 год. И как бы ничего не произошло. особенно хороших публикаций нет, признания нет, хороших экспериментов нет, понимания нет. А что же есть? Недавно была опубликована статья тем самым Гуглом, который потратил 10 миллионов долларов только на то, чтобы проверить несколько основных показаний из теории холодного синтеза. То есть, они взяли основополагающие статьи Фляйшмана и Понса рассмотрели их, вычленили нечто конкретное, например, если мы насыщаем проволоку водородом, дейтерия, какое же количество водорода или дейтерия в ней содержится? Это был один из вопросов. Второй вопрос был, если мы занимаемся плазмахимией, как мы контролируем содержание, состав плазмы. Я не помню остальные вопросы, но они задали вполне конкретные, вполне себе вопросы, смогли на них ответить, опубликовали несколько статей и резюме, которое они опубликовали в журнале Nature, что им пока не удалось обнаружить ничего сверхъестественного, но тем не менее им удалось добавить хорошей чистой воды в колодец. Есть методика измерения тепла, есть методика контроля частоты плазмы, есть методика измерения количества водорода в металлах, есть методика насыщения металлов водородом, любой человек может открыть статью, повторить эти шаги и уже стоять не просто в грязи, в какой-то луже, а начать с вполне конкретного места, когда уже есть начальная точка и мы знаем, как будет себя вести это вещество, сколько в нем водорода и соответственно какие его свойства. Вот поэтому мне и кажется, что прогресс за 31 год был таким медленным, потому что мы в основном не занимались наукой. Кто-то гонялся за деньгами, кто-то просто пытался делать гипотезы, не обращая внимания противоречить, что они научной литературе уже опубликованы или нет, и я не имею в виду теоретическую литературу, я имею в виду именно наблюдательных данных, потому что теории могут быть неправильны, а вот наблюдательные данные должны быть учтены. Кто-то занимался тем, что готовил статьи, которые были либо не рецензированы, либо опубликованы в журналах, где плохая рецензия, либо просто опубликованы в интернете, в общем, засорял колодец, либо не добавлял ничего в колодец. К тому же недостает квалификации, мы плохо понимаем эксперимент, плохо понимаем методику эксперимента, не знаем, как работают измерительные приборы, конечно, недостаток квалификации тоже, и на мой взгляд может быть главная причина это, что все считали себя умнее других, все пытались сделать какие-то коммерческие изделия на базе колодного синтеза арастак, как только получаешь инвесторские деньги, все начинается закрыто, все начинается секретно, нет обмена информацией, начинается обман, потому что как только начинаешь быть честным, перестаешь получать деньги или как только начинаешь говорить о том, что есть какие-то проблемы, инвестор уже просит, чтобы вы заткнулись, потому что он уже взял деньги у каких-то других инвесторов, и в общем все это уже не имеет к науке никакого интереса, и может быть даже вот эта попытка коммерческой деятельности является главной причиной, которая привела к тому, что колодный синтез не пошел, скажем так, на западе, конечно, академическая наука очень сопротивлялась, но я же вам не зря сказал, что и частный бизнес может заниматься неакадемической наукой, но тем не менее все пошло не по тому руслу, вкратце хотелось бы напомнить об экспериментах и дать некую методичку. Мои предыдущие два доклада, если вы помните, я фокусировался на измерении гамма-радиации, измерении нейтронной радиации, но вот если в общем подойти эксперименту, то я бы сказал, что все начинается со статистики, то есть если мы делаем эксперимент, мы не можем делать его один раз, потому что один эксперимент, одно измерение ни о чем не говорит. Невозможно сделать вывод, потому что столько много переменных, чтобы сделать какой-то вывод, если мы делаем экспериментальную установку и собираемся как-то ее включать, мы должны будем ее включать много-много раз, гонять эксперимент много-много раз, делать много-много измерений, и тогда, и только тогда можно сделать какой-то вывод, но чтобы разобраться во всем этом многообразии экспериментов, многообразии измерений. Мы должны сконструировать эксперимент, а именно мы должны понять, какие у нас переменные есть, какие подконтрольные переменные, подконтрольные параметры, чем мы можем управлять. Давлением, током, напряжением, химическим составом. Можем, а может быть и не можем. То есть хотя бы надо составить круг. Круг переменных, которые мы можем менять. И круг переменных, которые мы знаем, что они там есть, но мы не можем, мы не Например, у нас есть анод или есть катод, но мы не знаем его химический состав, потому что тупо нечем померить. Или мы покупаем металл, из которого делаем образцы у поставщика, который не говорит, что у него за сплавы. Или он говорит, что у него за сплав, да сам толком не знает. Либо мы покупаем газ для эксперимента, но частота газа этого неизвестна, либо она неправильна. Либо мы даже не знаем, как работают измерительные приборы. Но в сторону от этого мы часто говорим о повторяемости. То есть мы один раз сделали эксперимент, два раза сделали эксперимент. Для того, чтобы была повторяемость, неважно, что эксперимент не работает каждый раз. Важно, что он работает два раза из десяти. Если он работает два раза из десяти, то мы можем сказать, хорошо, мы сделаем эксперимент двадцать раз. Он должен работать четыре раза из двадцати. Вот если нечто такое наблюдается, это и есть та самая статистическая повторяемость. Это достаточная повторяемость для того, чтобы у нас был научный результат. Если мы измеряем что-то, ток, напряжение, давление, то воспроизводимость измерений, то значит мы воспроизвели одно и то же число. Десять атмосфер, два ампера, сто вольт. Это свидетельствует о качестве измерений. Но не стоит путать точность и правильность. То есть мы можем делать качественные измерения, которые точные в том плане, что мы каждый раз записываем сто вольт, сто вольт, сто вольт, сто один вольт. Действительно, результат точный, но он может быть не суть правильный, потому что прибор может ловить какие-то помехи, например, магнитное поле может влиять на его работу, и на самом деле вместо реальных 50 вольт он показывает 100 вольт, сто вольт. Для этого нужны стандарты измерительного процесса, то есть когда мы меряем... Максим, Максим, ты уже около 40 минут говоришь. Как у тебя со временем? У меня время есть. Я не знал, что 40 минут, прошу прощения. Нет, все нормально, все интересно, но просто учитывай, пожалуйста, это. Спасибо большое, да. Хочу обратить внимание, что когда мы делаем эксперимент, надо методично и педантично собирать и записывать данные. То есть все современные эксперименты, они, как правило, используют автоматизированную систему с многоканальной регистрацией на базе лаб-визиции. Кто не знает, очень рекомендую взглянуть на лаб-вью, вот эта система автоматизации эксперимента. И данные можно записывать, многие приборы имеют либо аналоговый, либо цифровой выход, либо даже USB, либо серийный порт, и все это интегрируется с лаб-вью. То есть, по сути дела, с любым экспериментом должен стоять сервер для сбора данных, потому что другим образом записывать наблюдения, когда мы делаем такие сложные эксперименты, весьма затруднительно. Наконец, когда мы все эксперименты собрали, мы должны презентовать все результаты, не должны мы чего-то фильтровать. Если что-то получилось странное, мы должны так и писать, получилось что-то странное. Если получилось какие-то данные, которые, как говорят, outliers, я думаю, глупо их выкидывать, потому что мы не знаем, мы их выкидываем, потому что мы уже уклоняемся в сторону какой-то теории. Поэтому все данные надо презентовать. Когда мы их презентуем, мы можем сказать, да, вот наша точка зрения, и согласно этой точке зрения, какие-то данные мы вынуждены отсеять как ошибки. Но это все нужно оставить для другого исследователя, который будет читать эту статью и сделает свой анализ. То есть анализ должен быть критический. Самый критический в первую очередь. Мы должны пытаться разрушить свою гипотезу, а не пытаться ее подтвердить. Потому что как только мы пытаемся ее подтвердить, если особенно у нас есть интерес какой-то финансовый или публикационный, то мы уже как бы притягиваем все за уши. Поэтому необходим экспертный анализ, экспертная сторонняя критика. Вот, пожалуй, я это пропущу. Я уже, мне кажется, об этом сказал. Что я, значит, в заключении хочу сказать. По-моему, неакадемическая наука, но и академическая наука тоже находится в кризисе. Но речь сейчас конкретно нас, о сообществе, которое занимается исследованиями в области холодного термоядерного синтеза, какие-то новые идеи, которые еще не проникли полностью в научный мейнстрим. Мне кажется, что главная проблема в отсутствии самоорганизации. Хорошо известно, что только коллективное действие способно сдвинуть процесс с мертвой точки, потому что до отсутствия коллективного действия мы все находимся в броуновском движении. Мы все тащим все в разные стороны. Нет никакого направления. То есть необходима может быть организация. Например, в Америке есть организация IEEE. Это организация инженеров электротехников. Они платят членские взносы, у них есть своя литература, которую они публикуют, свои собрания, свои гранты для молодых ученых, свои журналы. То есть нам, хотите или нет, нужен свой журнал. Раз нам не дают публиковаться в мейнстрим-литературе, мы можем ввести свой журнал. И у общества на Западе, как вы знаете, есть журнал Condensed Matter of Nuclear Science, который в некотором роде играет роль. Но, на мой взгляд, фильтры все-таки некачественные. Публикуются слишком много статей со слишком плохой рецензией. То есть мы засоряем свой собственный колодец. И хотите или нет, надо потратить большое время на то, чтобы отфильтровать недостоверную информацию, исключить ее из циркуляции, иначе нам не на чем строить. То есть мы все еще топчемся на первом уровне блоков и никак не можем положить второй уровень, потому что фундамент заложен гнилой. Очень много мусора. Невозможно сказать, что достоверно, что нет, и построить какие-то суждения. И, конечно, необходимо специализация и привлечение экспертов. Невозможно быть экспертом во всем. Если нам нужен человек, надо идти к уважаемому ученому, который пишет статьи в уважаемом журнале, который скучный и неинтересный, но он знает, как пользоваться вискозиметром. Или как измерять давление. Как делать элементный анализ. Эту экспертизу необходимо привлекать. И она может привлекаться точечно, когда человек не будет бояться, что его вовлекают в какие-то оккультные дела. Необходима экспертиза из его поля. Кто же еще ее может предоставить? И, конечно, необходимы стандартные методики измерений. Должна быть методичка. Опять же, на Западе существует ASTM. Это инженерные стандарты для измерения чего угодно. В научной литературе опубликованы стандарты для измерения чего угодно. Нам необходимо пользоваться этими стандартами. И если их нет, разработать свои. Итого, последнее флайд. Резюме. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, нашему движению нужен лидер. Без лидера никто, не будет никакой организации. Что входит в задачи лидера? Конечно же, организация и координация работы. Если вы помните, в 1926 году физики собрали в Солвой Конгресс, где обсуждалось будущее квантовой механики. Квантовая механика была таким же непонятным и сумасшедшим сбродом идеи разрозненных концепций до этого Конгресса. На этом Конгрессе Нильс Борг, Гайзенберг и некоторые другие были выдвинуты в лидеры, и они сформировали будущее квантовой физики. Они сказали, вот что это значит, вот в каком мы направлении идем. И процесс пошел. То есть лидер не только организует, координирует работу, он должен приоритизировать проблемы. На какие вопросы мы не знаем ответы? Мы задаем столько вопросов, что не презентация, то вопрос. Но ответов-то нет. А важнее на текущий момент дать ответы хоть на один, хоть на два вопроса, чем задать сто вопросов. Слишком много вопросов, слишком мало ответов. В этом заключается лидерство. Приоритизация. И заставить на то, чтобы были даны ответы, либо вопрос отброшен. Ну и, конечно, лидер должен редактировать или хотя бы следить за журналом. Может быть, главой редакционной коллегии. Молодежь нужно готовить. Только молодые люди способны продвинуть на следующий шаг. Раз так надо привлекать аспирантов, как-то их заинтересовывать нашей работой. Говорить, что мы не чушью занимаемся. Мы занимаемся интересной наукой, из которой следуют научные результаты. Ну и, конечно, популяризировать работу, чтобы общественное мнение было заинтересовано и не говорило, что собрались люди, занимаются непонятно чем. Но хотя бы не тратят деньги налогоплательщиков. Итого, надежда есть. И что можно ожидать? Можно ожидать только негарантированный успех. Не следует забывать, что, если мы занимаемся наукой, мы не можем обещать кому-то, что мы сделаем открытие. Открытие – это что-то божественное, что-то неподконтрольное. Оно либо случится, либо нет. Одно понятно, что если мы занимаемся наукой, то рано или поздно мы сделаем открытие. Мы только не знаем, когда. Большое спасибо. Спасибо, Максим. Очень интересно. Нет почему-то вопросов, поэтому давайте, может быть, зададим их, ну, по крайней мере, руки поднимем. А для начала я скажу следующее, что это был приглашенный доклад. Максим любезно согласился подготовить этот доклад. Мне показалось в свое время, когда я познакомился с Максимом где-то полгода назад примерно, что вот этот человек может привнести в наш комьюнити, привнести некие взгляды вот западной публики, которая вот как-то особым образом смотрит на научные исследования. И вот это было движущей силой для того, чтобы пригласить его и выступить с этим докладом. И он его подготовил. И мне кажется, многие мысли, они у нас неоформленными были у разных людей. И Макс их оформил, и спасибо ему огромное за это. Я в качестве первого замечания к докладу могу сказать, что Максим основывается на предположении, что все люди, которые вокруг нас существуют, они, ну, скажем так, более или менее нормальные люди. А ведь вот есть еще категория людей, для которых то, что вам кажется нормальным, для них они совершенно по-другому смотрят на мир. Кстати, я хочу сказать, что Максим вещает из Флориды, и вот за окном мы видим там прекрасные виды какие-то там, какие-то, я не знаю, типа кактусы. И для нас это, конечно, все очень... Вообще, конечно, наука шагнула, ну, фантастическим каким-то образом вперед. Ну вот я такое отвлечение какое-то закончил. Я вижу, что вот тот человек, который поднял руку, это Дмитрий Баранов. Дим, давай. Дим, включи, пожалуйста, звук свой. Включай сам. Левую кнопку у себя внизу слева. Нажми, что тебе включить звук. Я включил. Слышно? Слышно, слышно. Давай. Максим, вопрос простой. И, кстати, немножко не по теме доклада. Делал еще опыты с Салями Вискмута на новых, как сказать... Можно сделать один раунд экспериментов, но через полгода. Мне надо на текущий момент опубликовать все, что я сделал, иначе научный процесс будет незавершенным. Ну, да, публикация – это такая вещь, которая отнимает много сил. Ну, получен. Спасибо. Спасибо. Я, кстати, ему задавал этот вопрос в свое время, когда возникла дискуссия, связанная с тем эффектом, который Максим заметил, связанный. Как только мы применяем внешнее поле, как только мы применяем внешнее поле, прилагаем к чему-то, то сразу туда набегают разные специфические ионы, и, в частности, вот ионы радона, которые могут много чего поменять. Вот. И он там дал свое время ответ. Ну, вот он его сейчас повторил. Друзья, еще вопросы есть? Есть. Ну, тогда вот сейчас давай, Анатолий Климович, выдавай свой вопрос. Вот. Максим, ну, одновременно как пожелание и одновременно вопрос. Значит, ну, все-таки, хорошо известно, что в развитом обществе, ну, будь то Америка, будь то Советский Союз, Россия, все-таки интересы или программы, стратегии науки диктуют, прежде всего, ну, некие задачи, которые поставлены перед обществом. Ну, вот общество диктует, то есть вот государство. Мы же живем не в безвоздушном пространстве, мы живем в государстве. Так вот, все-таки, значит, если поставлены эти задачи, тогда вся твоя схема летит в трамп тарары. То есть, на самом деле, так сказать, вот мне кажется, что, значит... Так это вопрос или рассуждение? Давай, ты вопрос задай. Мне кажется, что все-таки, значит, постановка вот приоритетных задач, все-таки она не столько за ученым, сколько за обществом. Его в нуждах. Надо слушать общество и государство. То есть, ну, понятно, что вот вопрос мой. Разрешите ответить, Анатолий? Вы абсолютно правильно сказали. Я как бы с вами согласен на 100%. Мне кажется, в Советском Союзе этот процесс работал лучше, чем он работает, например, в Америке. Руководство СССР ставило задачи перед учеными, чтобы решить конкретные проблемы для народного хозяйства. Увеличить там количество центнеров с гектара, решить какую-то болезнь, построить плотину, сделать там ядерный реактор. Но в Америке, я не знаю почему, и вообще, мне кажется, на западном обществе, поскольку нет вот партии, как партия была направляющей силой, это был лидер как бы советского общества, коммунистическая партия, и она задавала, значит, задачи. А в западном обществе, поскольку это демократия, направления нет. И задачи для народного хозяйства, они так и не ставятся. Какие-то ставятся. Но вот так вот глобально они не стоят. И я тоже эту тему критиковал, потому что плохое очень лидерство. Допустим, в департаменте по энергетике, в Америке его возглавляет Нобелевский лауреат, но он конкретно, на мой взгляд, не в состоянии поставить вопрос, поставить задачу. Задача была поставлена и решена, хорошо, когда атомную бомбу надо было сделать. Сказали президенту, давайте сделаем бомбу, президент сказал, делаем бомбу. Все, задача поставлена и решена. Кеннадий сказал, летим на Луну, поставили задачу, решили. Вот с тех пор, как бы, глобальных задач... На Луну полетали или нет? Вот вопрос. Гуганский. Не летали ведь ни хрена. Ладно, это самое... Дим, прекрати. Не надо. Подать не будем устраивать. Так вот, выключай. Максим, продолжай, Максим. Я думаю, что Анатолий абсолютно прав, но лидерства не хватает. И помимо того, что нужно, вот глобальное лидерство для постановки задач, случается, что каждый ученый ставит себе задачу. И под эту задачу он пытается найти финансирование. И, значит, эта задача как-то должна все-таки в той или иной мере проявляться в списке задач финансирующей организации. Но, говорю, задачи, которые там стоят, это, как бы, не те задачи, которые нужно решать. Но это уже другой вопрос. Я думаю, я... Максим, ну, как ищется компромисс между твоей идеей Фикс и той глобальной идеей, которая, ну, допустим, у нас программа медицина сейчас стоит, понимаешь? Ну, во главе там. Значит, ну, что, так сказать, вот твой холодный синтез далеко вроде от медицины, но ты можешь найти точки пересечения. Ты обязан найти. Да, обязан. Нет, конечно, мои идеи, я не считаю, они высечены в граните. Это как бы то, что я сказал, это мое мнение одного человека. Я готов их подкорректировать и участвовать в дискуссии. В этом же смысл заключается. Группа единомышленников обсуждает. Друзья, думаю, что вот у нас обсуждение доклада, вот финального доклада нашей конференции мягко-мягко переходит к круглому столу. Поэтому, Максим, ты терпи. Вокруг твоего доклада, как вокруг круглого стола, мы все соберемся и сейчас что-то такое поспрашиваем и поговорим. Спасибо Климову за вопрос. Вот Евдокимов хочет тоже задать вопрос. Слушаем. Вот все-таки критика вот Росси ваша была, мне кажется. Вот Росси как раз подходит по критерию идеального ученого. Он же и дом закладывал там и так далее. Женой вроде возводился. То есть все. Но деньги вы можете взять и сейчас. Вот пойдете в банк, берите, сколько вам нужно. Но придется отвечать за это дело. Мне кажется, у Росси тоже так получилось. Он взял деньги или там заручился, а в результате у него что-то там не получилось. Не так пошло. Поскольку все это ново. Нет, к сожалению... Поэтому мне кажется, незаслуженно вы критикуете. Вот вопрос такой. К сожалению, это не так. Я разговаривал с людьми напрямую, которые в этом деле участвовали. Росси конкретно обманывал. То есть он конкретно подкрутил счетчик, конкретно наврал о других результатах. То есть это целенаправленный обман с целью получения денег. То есть, конечно, может он дом закладывал и женой разводился, и это не спорит. Но алчные люди именно так и поступают. Они идут в лобанк, чтобы сорвать куш. И куш он сорвал. Спасибо, спасибо. Я, кстати, могу вот добавить к рассказу Максима и вот к его ответу. Вот про себя, конкретно про себя. Дело в том, что так получилось исторически, что я появился в лаборатории Девка Леон в Афинах. Максим, зря ты себя выключил. Приятно смотреть на молодого человека на фоне пальм. Понимаешь, вот. Поэтому ты сядь там у окошка где-то, просто на тебя приятно смотреть. Извини, так. Ну вот, я рассказываю. Я в Девка Леоне. Появился это в Афинах. У тебя какой-то дом огромный, я смотрю, так. Да. В Девка Леоне в Афинах. Появился в каком-то там году, в 12-м примерно. Вот. И там стало ясно, что какие-то интересные работы ведутся. А я уже имею опыт некоторой на организационно-финансовых деятельности, потому что в течение 25 лет занимался бизнесом. Я тут же побежал в Сбербанк и захотел заложить свои акции, вот, которыми я владею неким предприятием, ну, под некую приличную сумму, несколько там миллионов даже долларов, вот, для того, чтобы продвинуть свое взаимодействие вот с этой компанией Девка Леон. Вот. И, слава Богу, на моем пути встретился рецензия. Я был студент, толковый парень вот в этом Сбербанке, который, значит, очень внимательно стал разглядывать все бумажки, которые я ему предлагал, все идеи, которые я предлагал, значит, вот в качестве обоснования того, что там это толковое все дело. И мне сказал, Валерий Николаевич, вы всю свою жизнь хотите заложить вот этот самый дом пресловутый, Россиевский, но вы играете в рулетку, в которой вы обязательно проиграете. Вот этот человек, не знаю, каким-то образом спас, в общем-то, мою жизнь, по сути дела. Так, вот, Евдокимов вопрос задал, Климов задал. Вот, Булин Игорь задает вопрос. Игорь, давайте. Включить вам надо микрофон. Ага, да. Слышно меня, да? Ну, сейчас слышно, давайте, задавайте. Ну, такой, может, необычный вопрос, вот, насчет вообще организации всего этого дела. Ну, я не открою на какой-то тайны, значит. Ну, на Западе всеми верховодят мировая финансовая олигархия, вот. Вы вопрос кому, Игорь? Кому вопрос задаете? Ну, докладчику, докладчику. Докладчику, здорово. Хорошо, слушаем. И, значит, этой олигархии никакие таких технологий типа ХИАСа там и прочее, которые могут дать огромное количество, почти бесплатной энергии, не нужны. Вот. И поэтому, ничего удивительного, если Google, знаете, дал 9 миллионов, а на... Вопрос, вопрос, Игорь, вопрос, вопрос, пожалуйста. Токамака дали 20 миллиардов, несопустимые вещи. Так вот, вам не кажется, что на самом деле вот ничего не получится в смысле вот финансирования там и так дали просто не дадут вот эти товарищи нам, что такое серьезное создать. Я бы сказал... Закрывающие технологии никем не финансируются. Да, это действительно так. Все любые технологии финансируются, как правило, изобретателями, у которых глубокие карманы. И это, пожалуй, в Америке, по крайней мере, факт. Любая новая фирма, если она делает что-то снохсшибательное, вот как Илон Маск, он где-то заработал эти деньги на стороне, потому что с нуля обычно деньги на это не дают. Но не стоит как бы недооценивать изобретательность людей. Мы же с вами не глупые люди, среди нас много молодых. Кто-нибудь что-нибудь придумает, иначе как бы нет веры в человечество. А также не стоит переоценивать... Что снохсшибательного создал Маск, расскажите. Электромобиль, что ли? Так и вот насчет... Нет, Маск, Игорь, к нам не надо говорить сразу обо всем. Мы говорим давайте о конкретных вещах. Мы занимаемся конкретной вещью. Давайте всю жизнь человечества обсуждать на нашем форуме не будем. Макс, по сути дела, ответил, что надежда есть, возникнет человек, который, в общем-то, подтянет деньги. Хотя вот там было замечание его, там плохо было слышно Бычкова Владимира Львовича, о том, что закрывающие технологии, он человек грамотный, он применил правильно писать, закрывающие технологии не финансируются. Вот его, так сказать, посыл. Он тоже имеет место. Чеплев Володя хочет задать вопрос. Володь, давайте, задавайте. Да, спасибо. Вот в докладе прозвучала мысль о неком критерии истины. И фактически вот у нас сейчас в России под критерием истинности, ну, неких научных результатов подразумевается именно публикация, причем именно в определенных журналах. И вот это считается критерием истины. Вот хороший ли это критерий? Может быть, можете ли вы предложить другой, либо вот другого просто нет. То есть, критерий-то вообще, на мой взгляд, сомнительный. Спасибо. Я согласен с вами. И я понимаю. Проблема в том, что вот если вы опубликовали статью, например, Physical Review в передовом главном журнале Nature Science, это автоматически как бы дает штамп на вашей работе, что вот это истина в последней инстанции. Это, к сожалению, не так. Я согласен с вами. И об этом, к сожалению, многие ученые забыли и начинают бить тревогу, что даже в Science можно опубликовать лажу. Это как бы не гарантирует. Как бы важно то, вот важно то, что как правило, как бы большинство, что ли, публикаций все-таки, ну, хочется сказать, правильные, чем неправильные. Но опять же, наука же это процесс. То, что мы знаем и считаем правильным сегодня, может быть неправильным завтра. Поэтому важно, чтобы процесс не прекращался. Важно, что все-таки бы публиковались работы и спектр работ был расширен. В том смысле, что сейчас же проблема еще в том, что многие работы отвергают просто без этого, без реценции. Говорят, что это неинтересно для редакции. Ну, это еще можно понять. И это отдельный вопрос, потому что журналы коммерческие. Потому что этого неинтересно. Да, я вот, например, считаю, что коммерческих журналов быть не должно. Тогда они не могут сказать, что нам это неинтересно, потому что читать неинтересно. Сизер Эфилетерс берет деньги за публикации. 500 долларов. Да, и деньги берут. То есть им еще и заплатили, и они еще за подписку продают. То есть это бизнес. Какое, к черту, отношение к науке? Ну, так случилось, что мы считаем, что это все-таки. Вот так отвергают. Даешь замечание. Звук в этом как-то портится. Поэтому давайте последовательно, а не вообще. Да. Ну, спасибо, значит. Ну, Бычков, я так понимаю, уже задал вопрос или все-таки хочет еще раз задать? Я хотел обсудить вот эти фонды. Там есть военные или полувоенные фонды. Есть каждый год, выдаются белые книги от Министерства энергетики. Есть Дарпа, тоже книги. Есть книги, которые ЕО, там, Афосер. И вот в них программы выписываются, какие ему исследования нужны. Как вы расцениваете, можно ли без, как бы сказать, людей, с которыми вы дружите, попасть, получить деньги от этих фондов? Абсолютно невозможно. Это, как бы, наивная точка зрения, которая считает, что человек может прийти с улицы с хорошим предложением. Он этих денег не получит. Даже если у вас есть публикации и т.д. и т.п. Необходимы связи. И я не хочу сказать, что это напрямую коррупция. Это просто как-то так сложилось, что дают деньги люди, другим людям, которых они знают. Не потому, что они получат там взятку или что-то. Просто так устроена вот человеческая психология. Например, кто медицину финансирует, когда они рассматривают предложение о финансировании, они говорят, а, этого человека мы знаем. Он делает хорошую работу. Стоит дать им денег. А этого мы впервые видим. И тут есть 10 человек, которых мы знаем, и работу их понимаем. И человек, которого мы впервые видим. Ну, кому они дадут деньги? Ну, вы никогда не получите человека, которого вы не в первый раз видите, если вы ему не дадите. И человек просто сидит и не может ничего пробить. Знаете, каким образом работает? Вот идет студент учиться к профессору. И когда он учится к профессору, он становится его протеже. И уже профессор получает ему, приводит его знакомить с кругом своих коллег, что он уже перестает быть чужим человеком. А со стороны, да, проникнуть невозможно. Это мельница там, как они говорят. Мельница. Ну, вот очень такая противная, неприятная ситуация. Я даже вот анекдот могу на эту тему рассказать, который конкретно со мной произошел. Я, ну, с Димой Барановым. Мы хотели опубликовать работу, связанную с темным водородом. Ну, простая очень вещь. Мы сделали какое-то измерение с помощью рентгеновских датчиков и обнаружили вот сигналы, которые каким-то образом укладываются в теорию. И послали в один журнал. Не буду говорить, в какой. Ответ англоговорящий. Ну, видно, мне ясно было, что это какой-то русский человек на таком английском плохом пишет. Вот замечательный ответ. Я его храню, простит, этот ответ. Там было написано, темного водорода нету даже в Википедии. Поэтому как вы можете это опубликовать? Вот такая вот в Википедии нету, поэтому чего вы тут с каким-то темным водородом вылезаете? Ну, здесь, значит, вот задавал вопрос Сергей Цветков. Куда-то он потом поделался. Сергей, будешь задавать вопрос? Я не вопрос задавал, я хотел пояснить Владимиру Львовичу. А, ну, хорошо. Это не важно, это уже круглый стол, поэтому пояснение, пожалуйста, давайте пояснение. Владимир Львович, я в 18-м году подавал заявку на грант открытой этой самой АрПАЕ, так называемая, по поводу холодного синтеза. Ну и, соответственно, получил отлуп. Отлуп состоял в том, что я не являюсь гражданином США, и идите нафиг. Вот вам все эти самые возможности, которые там можно получить в Штатах. Вам повезло, потому что часто говорится, что у вас лоузи инглиш, и после этого ваше, как бы сказать, предложение попадает в корзину. Не-не-не-не, там просто было, ну, нет и нет, и все. Ну, не было. Есть гораздо лучше первая форма отказа. Лоузи инглиш, что вы? Нет, это мы знаем, это мы еще в 90-м году проходили, когда первую публикацию делали во Fusion Technology. Но мы это исправили быстренько. Поэтому тут английский ни при чем. Ну, хороший комментарий, что надо быть гражданином Соединенных Штатов. Ну, тут вот свои какие-то особенности есть. Друзья, по-моему... Нет, Валерий Николаевич, еще такой пример. Вот последние гранты, которые были, это Еврокомиссии, запущенные в прошлом году, там конкретно в этих приложениях написано, что третьи страны не имеют права заявку вообще подавать. Рестрикции против России всегда были, поэтому мы что возмущаться? Нет, ну, мы не возмущаемся, просто Цветков обратил. Это просто такого. Да, ну, это... Сергей, вы, наверное, не поняли, что Максим, вот, он рассказывал по... Ну, как бы, вот, статью готовил не о том, как в Соединенных Штатах подавать какую-то там заявку на непонятно что, а как вообще научную деятельность организовывать, чтобы что-то получилось нормальное. Вот так надо его статью воспринимать. Валерий Николаевич, я отвечаю на вопрос Владимира Львовича, которую он задавал Максиму. Можно ли там в Штатах получить какой-то грант у них? Вот я отчет. Ну, вот, да, и ответ вы дали. Значит, друзья, некое произошло уже, вот, так сказать, исчерпание вопросов, и тем более, что 18 часов, поэтому я предлагаю приступить к заключительной процедуре нашей конференции, а именно подведения итогов. И в подведении итогов, в подведении итогов, предлагается, значит, построить вот таким образом. У нас четыре, три сопредседателя и один председатель. Вот, значит, и все они здесь сейчас присутствуют. И мы договаривались все, что мы сейчас по несколько слов скажем. Вот одним из сопредседателей я перечислил. Это Зателепин, это Пархомов, это Бычков и председатель Анатолий Иванович Климов. Вот, и предлагаю вот именно в такой последовательности что-то сказать по поводу нашей конференции. И начну я с себя для того, чтобы запустить как-то этот процесс, чтобы он вот пошел. Значит, вот с председателя номер четыре, с сопредседателя номер четыре, Зателепин. Вот, я хочу, я буду стараться коротко, в течение трех, максимум пяти минут. Может быть, даже и трех. Я... Давай по 10-15. Ну что? Комментировано. Но я буду говорить вот не очень долго. Вот, чтобы народ, так сказать, мог послушать и не заснуть. Значит, вот я хотел, вот на какую тему сказать. В прошлый раз, вот два года назад, мне кажется, мы запустили очень важный процесс на нашей конференции, такой диверсификации, если угодно, когда мы из попыток вот каких-то там ядерных или еще каких-то процессов, которые направлены на производство энергии, стали уходить и начали понимать и провозгласили это, что, видимо, надо разбираться более глубоко в каких-то основных, основаниях процессов, которые мы ведем, а уже энергии там или что-то еще приложится в последующем. И мне кажется, вот этот путь у нас более-менее успешно развивался. И вот я хочу сказать, на мой взгляд, вот одна из особенностей этой нашей конференции состоит в том, что мы, как мне кажется, по крайней мере я в своей голове, сформулировал некое следующее движение, вот связанное с этой диверсификацией. Чтобы была моя мысль понятна, я приведу пример плазмы. Вот она возникла, понятие возникло в 50-е, 60-е годы прошлого века, то есть уже примерно 70 лет назад. И под плазмой, если мы откроем книжку Райзера, понимается совокупность нейтральных атомов, положительных ионов, отрицательных ионов, и в первую очередь электронов. И это определение неправильное. Правильное определение в свое время дал, он тоже его подсмотрел где-то, Рухадзе, Андрей Амбросич. Вот он, его нет, к сожалению, уже с нами. Он сказал, что плазма – это нейтральные частицы, это положительные ионы, отрицательные, в первую очередь, электроны, и четвертая компонента – электромагнитное поле, которое является абсолютно равноправным сотрудничленом вот этой четверки, потому что обладает всеми признаками и массой, и энергией, там и импульсом, и моментом импульса. И поэтому, значит, вот что такое плазма. Я думаю, что вот наша конференция, в моих глазах, она обозначила еще одно, следующий шажочек в нашем развитии. И я бы ввел такое понятие – магнитная плазма. Дело в том, что вот частицы, о которых вот я только что говорил, они в обычной жизни, да и даже в лабораторной жизни, за исключением, может быть, каких-то звездных событий, электрические поля, они значительно более мощные и более существенные, чем магнитные поля. Но это происходит не всегда. И как мне кажется, вот эти процессы, которых мы касаемся, которые мы называем «холодный синтез», они основываются, в частности, на процессах очень мощного магнитного поля, которое генерируется каким-то неизвестным веществом. Мы его называем «темный водород». Я так понял вчера, что Бычкова это название раздражает. Он может использовать какой-то другой термин. Но я хочу обратить внимание, что мы от того, что в процессах, которые мы исследуем, обязательно будем привлекать магнитоактивные частицы, никуда не денемся. Это наша столбовая дорога. И это связано, в первую очередь, с очень интенсивным движением электронов, вплоть до околосветовых, то есть релятивистских движений. И еще одна вещь. Итак, мы, по сути дела, занимаемся, я бы назвал это, магнитной плазмой. Вот так это можно сказать. Вот новый вид вещества, который существенен в наших процессах. И я еще на одну вещь хочу обратить внимание. Вот в самом начале нашей конференции я говорил о том, что через какое-то время, на мой взгляд, мы будем заниматься не столько и не только энергией, может быть, трансмутациями, созданием новых видов веществ, сколько влиянием наших процессов на экологию и на человека. Потому что, на мой взгляд, это все очень и очень опасно и непросто для экологии. Вот. И, извините, тут у меня, наверное, надо включить включить лампу, потому что у меня видеокамера отключается, и вы меня просто и не видите даже. Вот. Она у меня сама собой выключается. Спасибо. Да. Вот. И я уже заканчиваю. И вот я хочу обратить внимание, что вот сейчас распространяются такие БТГ-генераторы, вот это, бестопливные генераторы, если их расшифровывать. Вот их уже почти там почти продают, по сути дела. Мне кажется, что разного рода вот такие генераторы, в том числе и наши, они являются генераторами вот этого магнитоплазменного какого-то вещества, которое непонятным образом будет загрязнять окружающую среду. И вот что будет через какое-то время, когда эти генераторы пойдут в активный ход и, значит, вот начнут засорять нашу экологию магнитоплазменным веществом, вот это пока еще нам не ясно. И это будущее основное, один из основных вопросов нашей будущей конференции. Вот, как мне кажется, к каким выводам можно прийти. Спасибо. И я слово даю Александру Пархомову, следующему сопредседателю для завершающего слова. Уважаемые коллеги, ну, было заявлено всего 42 доклада и, как ни удивительно, все 42 доклада удалось выслушать. Ну, я думаю, что, так сказать, большого чех-конференции, такой интенсивной работы у нас вообще прежде даже и не было. И это еще показывает то, что вот новый формат был хорошо воспринят людьми, которые участвовали. Я думаю, что вот если даже мы в следующий раз будем встречаться очно, назначим какое-то место для обычного проведения конференции, то следует разместить два формата. Вот такой очный и заочный. Я думаю, это приводит привлечь значительно больше людей и организовать более вообще интересную работу. Ну, это что касается организации. Даже можно на пляже ее организовать в результате. Вполне реально. Вот. Ну, что касается научной части. Но я думаю, что вот такое принципиальное отличие этой конференции в том, что здесь была затронута биологическая тематика. пусть она вот так вот еще в таком вполне совершенном виде была, но начало положено. Это очень важные эксперименты. И что характерно, вот организовать эти эксперименты в обычной физической лаборатории просто невозможно. Это совершенно специфические эксперименты. И то, что их проводили в институте специализированном кадрами, которые обладают хорошей перпетенцией в этом. Я надеюсь, они еще продолжат работу в этом управлении. Это очень, я думаю, важно. Ну, что еще? Значит, ну, вообще каждый доклад был по-своему, конечно, интересен. Но я остановлюсь на том, что касается моих исследований. на конференции было рассмотрено несколько агентов, которые могут производить эффекты, которые мы называем в общем названием левом. Это, во-первых, темный водород. Во-вторых, это вот нейтрина очень низких энергий. И вот монополия. Много речи было о монополиях. И особенно интересен был доклад Андроша Кобокса. Вот, по-моему, почему это интересный ВАЗ. Потому что, пожалуй, впервые была выдана конкретная величина массы монополий, которые могут образоваться. Эта масса очень маленькая, 0,05 электронвольта. Поэтому, вот как и нейтрина очень низких энергий, так и вот эти монополии, они могут образовываться при столкновениях вещества нагретого до достаточно большой температуры, порядка 1000 градусов. Ну вот, что касается, значит, и вот все это может порождать, в принципе, ядерные трансмутации, может давать следы, значит, на гладких поверхностях, то, что нам интересно, трети, так называемые, что касается нейтрина, тут понятно, что действительно могут быть ядерные трансмутации, эксперименты показывают, что протекают ядерные трансмутации именно такие, какие они должны протекать. Ну вот, что касается монополя и темного водорода, тут еще надо понять, как они могут и каким образом они могут производить те эффекты, которые мы называем кленом. Ну вот, да, вот еще что. Вот у нас даже завязалась небольшая дискуссия с Андреем Чистолиновым, он говорит, вот, значит, ведро земли, высокая температура, конечно, много рождается там вот этих вот нейтрина, может быть, монополий, которые, значит, производят трансмутации и вот это вот, значит, важное может быть для физики. А до этого у нас была дискуссия с Алексеем Лотуховым о том, что как может вот эти вот тепловая генерация нейтрина повлиять на процессы на Солнце. Ну вот, я думаю, что вот это открывается очень интересное направление исследований, нам не только надо зарываться вот на том, что вот может быть какое-то практическое применение тепло или получение каких-то элементов редких, но мы можем углубляться в исследование вот такие вот глубокие биофизику, гелерофизику и вообще астрофизику. я думаю, здесь очень широкое пространство открывается для исследований очень интересных исследований. Ну еще я хочу сказать вот, что мы, я думал, что Валерий скажет, вот нам и об этом говорилось, что значит очень заключительным этапом любого исследования является научная публикация. Вот мы предлагаем, чтобы вот те, кто докладчики, которые выступили здесь, они оформили свои доклады в виде статьи и подали нам до 1 декабря этого года. На каком языке? В начале следующего года тогда мы сможем опубликовать в Орне в кругах. На каком языке? Что? На каком языке готовят доклады? А можно готовить на русском и на английском владеют русскими языками? Ну, как обычно. Мы английский язык поймем. К вам я вот прокомментирую немного, может быть, для Бычкова. У нас есть возможность, мы будем стремиться к двум публикациям. Одна публикация, вот наша стандартная публикация в России, где мы всем участникам это как-то все разошлем. И ее можно, конечно, делать и на русском, и на английском, на любом, который удобнее. Но мы, кроме всего прочего, получили предложение от Джорджа Егеля о том, что он готов публиковать, там это за деньги будет, вот он так скромненько, но все-таки он об этом упомянул. Ну, этот и русский вариант тоже некие деньги придется заплатить, ну, не очень большие, то вот Егеле, я думаю, там нужно английский, конечно же, потому что это какой-то американский журнал, я сейчас на память не помню, но он там один из редакторов. Кстати, я понял, что Егеле чрезвычайно интересный и умный человек, и вот с ним бы нам тоже надо бы дружить. Поэтому ответ Бычкову такой, для русского на русском, а можно и на английском, а для английского только на английском, а если хочешь и там, и там, готовь и на русском, и на английском. Вот ответ. Саш, извини, что прервал тебя. Ну, я уже заключаю. В заключении хочу пожелать всем участникам новых научных достижений и, как говорится, в личной жизни, чтобы было... Спасибо. Спасибо Пархомову за пожелания и за подведение итогов. Слово предоставляется Бычкову, Владимиру Львовичу, сопредседателю нашей конференции. Хорошо. Я остановлюсь на некоторых работах, которые важными мне показались. Это работа Никитина «Обработка наблюдений свечений шаровых молний». Сделан был важный вывод о распределении свечения и по объему. Это важная работа, которая просто необходима сейчас для развития шировой молнии. Вторая. То есть работа о кластерном оставлении следов, она, мне кажется, полезна, потому что она имеет близкое отношение к работе, которую я слышал от Чижова. И вот если сделать оценки таких следов, которые были у Чижова, то получается, что диаметр легко объясняется на основе представления о кластерах, которые летят. Мне кажется, поэтому работа Никитина была очень интересна. Затем мне показался короткий доклад, но очень важный доклад Эгелей. Он что говорит? Он говорит, что были вопросы к шаровой молнии, которые нарушают вопросы сохранения, так они и остались. В этом смысле я хочу сказать, что есть небольшие, есть модели, которые объясняют многие вопросы, но не все. Не появляется, невозможно объяснить появление шаровой молнии из ничего, движение возле самолетов, появление шаровой молнии. И эти все вопросы требуют заново анализа. И скорее всего, как мне кажется, что для развития ответа на эти вопросы нужно исходить из вопросов из теории физического вакуума или эфира. Только именно в эфире, когда мы пишем законы сохранения, там они выходят на первый план. И поэтому только на основе более фундаментальных теорий, которые написаны в Ландау лишатся. Так, что еще хочу сказать. Замечания Баранова показали, что он практически не понял, для чего был первый доклад. А первый доклад был посвящен тому, чтобы люди знали заграничных ученых и знали кому и как обращаться. Может быть, когда будешь писать зарубежный журнал, можно указать в качестве предполагаемого рецензента одного из тех людей, которых я назвал из этого сообщества. Тогда будет больше вероятность для публикации. Дальше я хочу сказать, что это все основное, и хотел закончить следующее, что постоянно чувствуется противоречие. У нас наблюдается такое же, что, как бы назвать, генералы готовятся к прошедшей войне. То есть обсуждается роль релятивизма, конструирования новых частиц, без понимания, что уже сейчас надо использовать модели физического вакуума, без понимания, что нужно использовать теории эфиров, в которых в первую очередь выступают законы сохранения, и в которых сразу выясняется, какой размер может быть у частиц, почему могут быть у этих частиц и скорости света, и какие энергетики. Но это только идет, если будете применять физику эфирных компонентов. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо, спасибо Владимиру Львовичу. Он, как обычно, в своем таком, я бы его назвал, критическом стиле выступил. Но вот я думаю, что уравновесит это все дело Анатолий Иванович Климов, который произнесет завершающую последнюю речь нашей конференции. Ну, дорогие друзья, коллеги, коллеги, мои друзья, foreign friends, конечно, для нас наступил торжественный момент, и печальный момент, и радостный в то же время. Это момент закрытия конференции. Значит, ну, какие достижения все-таки на мой взгляд? Мне легче говорить, потому что уже и Александр, и Валерий, значит, особенно мне помог Максим, Макс, своим выступлением. В общем, я полностью согласен с выводами и последними заключениями его доклада о том, что координация наших усилий, она крайне необходима. я все время говорил, что такой центр для России, в котором бы, неформальный центр, в котором бы координировались действия, обменивались свободными мнениями, должен быть. Ну, и вот с Валерия Николаевича, мне кажется, мы, так сказать, эту тяжелую лямку пытаемся завалить на свои плечи, и Александр Пархомов тоже здесь нам помогает. Вы все знаете, что при Российской Академии Естественных Наук организован Координационный Совет по этой тематике, это все-таки хороший зонтик. Значит, мы надеемся, что все-таки рано или поздно государство повернется к нам прямым лицом. Значит, из наших достижений, несомненно, значит, было крайне важно освоить этот формат проведения телеконференции. Мне кажется, мы его освоили. И Александр предложил хорошую идею объединить два формата, так сказать, и очные, и заочные, я так назвал бы. Значит, ну, просто уже, так сказать, вот развитие науки подвело к тому, что мы должны использовать этот канал. Значит, ну, относительно вот количества докладов Александр сказал, но я бы хотел особо отметить, что у нас скрепно международные связи, Валерий Николаевич. Значит, все-таки у нас присутствовало пять человек из-за рубежа на нашей национальной российской конференции. Это же радостно. Мы получили приглашение во Франции сделать свои сообщения, доклады. Жак Руе направил к нам приглашение поучаствовать в их конференции. Ну, это же, мне кажется, прекрасно. В нашей конференции хоть и не выступали, но принимали, я смотрел, внимательно следил за числом участников. Молодежь, вы посмотрите, там было порядка пяти человек, Антипов, Чистолинов, Чепелев, Тимирбулатов, они же, так сказать, молодежь смотрит на нас. Буйлин, Игорь Буйлин, новый какой-то паренек появился, да? Он из нашего семинара, и я думаю, что может быть семинар «Шаровая молния» тоже поставить на такую же систему, как вот эта конференция. Раз в неделю делать такой семинар. Молодежь, это очень важный момент, и, так сказать, мы не должны об этом говорить. Об этом же говорил и Макс. Теперь вот хотел бы все-таки, значит, разделить мнение Александра Пархомова, мы с ним по телефону об этом говорили, ну, наступил новый шаг, который мы все ждали. Это доклад Панчелёги. Все восхищены его возможностью проведения биологической программы относительно лендов. И я уже предварительно даже договорился от заказчика провести, так сказать, поддержку вот этих экспериментов. И, безусловно, в этих экспериментах надо проверить не только один генератор, а множество генераторов на биологическом материале. это важнейшая сейчас, так сказать, биологическая защита, влияние на биологические объекты излучения из наших реакторов. Это важнейшая задача. Валерий Николаевич подчеркивал, мы теряем ни в одном количестве, ни один человек, я могу назвать по крайней мере пять человек, которые ушли из жизни благодаря этим исследованиям. Надо разбираться, что там произошло. тем более у нас работает молодежь, мы за эту молодежь несем ответственность, вплоть до уголовной получились. Наиболее яркие работы в области Ленера, я считаю, это экспериментальные работы, особо хотел отметить работы Пархомова Александра, мне очень понравились свои работы, Затерепина, я считаю, моя неплохая работа. Конечно, жаль, что не было выступлений Година, Корнилова, группы из Дубны, вот Дедык, хотелось бы послушать, Крымские, на наибольшином разрядом. Это предстоит нам эти ошибки исправить. Это все недостатки нашей конференции. Значит, вот из экспериментальных докладов четко следует, что все-таки ставка, вот, как Валерий Николаевич сказал, сейчас пока нарваться до каких-то прихладных вещей рановато. Хотя надо попараллельно развивать. Вот, изучение механизма, Ленера, это основное. Пусть даже это будет, так сказать, полуэмпирический модель. Но это важный шаг, чтобы двигаться с открытым забралом, с открытыми глазами. В этом плане я считаю, это мое глубокое убеждение, значит, что привлечение спектроскопии в рентгеновском диапазоне чрезвычайно важно. почему? Потому что и капица, и Милс, и я считаю, что, так сказать, вот Милс он просто померил, 90% энергии вот в этих реакторах сидит в области вакуумного ультрафиолета и мягкого рентгена. То есть вот здесь запасена, мы основную энергию не видим, так сказать, тепловую, это крохи этого айсберга. Они же померили. И плохо, что все-таки никто не упоминает эти работы Милса, потому что там 17 только независимых методик, которые нам надо осваивать. Вот определение, допустим, гидринных состояний, так сказать, это 17 независимых способов определения одной и той же частицы, о которых мы каждый пытается что-то сделать. Ну, сказал ты нейтрино, но ты докажи, что это нейтрино. Ну, сказал, что водород этот самый темный, но ты докажи, независимо у меня волосатый. Теперь вот значит, ну, по теоретическим работам, ну, безусловно, интересная работа, украшение нашей конференции, и выступление Дангян, и вот Андрша Кокса, было интересно слушать. Никита Никитина Анатолевича, ну, это вот, я его работу давно знаю, и к ней надо присмотреться внимательно, это вот нам, наши коллеги шаровики, значит, уже дают некую помощь. Пускай он там делает в упрощенном виде, пускай он там это вот кластерная модель, может быть, там совсем не так, но он схватил важное, то, что вот такие следы вот могут быть оставлены, ну, обдуманно, можно их объяснить, как они появляются, в этом что-то есть. Ну, и вот все эти модели, которые все-таки, о которых сейчас мы говорим, безусловно, это релятивистские модели, в которых, так сказать, значит, в первую очередь интересно образование релятивистского электрона, комбинации и протона, что они могут в принципе дать, так сказать, до сих пор вот полной ясности в этом направлении. Из минусов нашей конференции я считаю, что многие доклады были неравноценны, вот Александр сказал, что там все интересны, я бы сказал, не так, значит, поэтому наша комиссия экспортная должна, конечно, в общем, вот как-то как на любые конференции разделять, ряд докладов это обзорные доклады, ряд это вот секционные доклады, а ряд стендовые, ничего обидного в этом нет, что ряд докладов интересных будут перенесены на стенды, они будут вывешены, они будут изучены, значит, но уменьшить количество дней, но это невыносимо 5 дней сидеть, ну ребята, я не знаю как вы, но мне кажется надо уменьшить сроки конференции до 2, максимум 3 дней, круглый стол наоборот надо увеличить, так сказать, ну что там, никому не давали сказать, так сказать, слово, но все время слышали одни и те же голоса, значит, ну я и про себя говорю, так сказать, в этом плане, ну конечно, надо выслушать, обменяться мнениями, увеличить срок этого круглого стола до 2-х часов, ни один час видно, это очень мало, вот, значит, ну и разделить все-таки вот наш конференцию в дальнейшем по пленарным секциям, обязательно, эксперимент, теория и смежные вопросы, вот я предлагаю такую градацию, значит, председатели должны меняться, каждый день новый председатель, чтобы, так сказать, ну не мелькали одни и те же лица, и потом, все-таки, ну каждый председатель, он как-то, значит, вносит свою специфику, и, так сказать, ну как-то, значит, все-таки излагает свое видение и стратегию, ненавязчиво пытается, значит, должен провести, вот, ну и, так сказать, понятно, что, значит, надо привлекать на этих круглых столах, прежде всего, молодежь, давать им слово к выступлению, вот, в заключение, уважаемые коллеги, я бы вот хотел за вас, за всех, поднять вот эту санпанское, мы когда-то, вот помните, как в Сочи, мы собирались в конце и празднали эту победу, это настоящая наша победа, спасибо вам всем за вот этот вот труд, ну в общем, действительно, очень хорошо была проведена конференция, действительно, труд был, так сказать, ну это 35 человек, 5 дней, никто не уходил, ну это же энтузиасты, это же действительно было приятно смотреть на все это, значит, вот, поэтому за всех за вас, успехов вам, вам научных, прежде всего, и чтобы в следующем году мы еще больше в расширенном масштабе встретились уже, может быть, где-то на Квеневе, на, так сказать, опять, может быть, в Красной Поляне, то, что мы мечтали, но провести эту конференцию, следующую, ну, мне кажется, необходимо. Спасибо вам за внимание. Спасибо, спасибо, Анатолий Иванович, за очень теплый, за шампанское, в первую очередь, спасибо. Друзья, на этом... Шампанское, это хорошее, вишь, итальянское, так сказать. Ну да, 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 вот. Друзья, на этом мы заканчиваем нашу 26-ю конференцию. Я закрываю нашу трансляцию. Спасибо всем за внимание, всем здоровья и успехов. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok